чат все там трон там там да это сюда это сюда так что там звук надо выключить даже не мешало ну вроде так так ну что там а я в эфире кажется тогда если слышно видно ставьте два плюсика если только видно то ставьте один плюсик потому что сейчас расскажу почему из дискорда сегодня чатик в этот стрим в смысле чатик стримы фидбэк раз в неделю с монтажом так надо все это дело обновить человек сколько вас вроде люди подходят класс значит видно и слышно это прям вообще песня для вас хорошие новости аж две новости вообще завалился этот горизонт ну ладно значит во первых я микрофон поменял поэтому вас теперь должно меня должно быть еще лучше слышно меня теперь вот такой микрофон вот вот такой который у всех он у него это как лобстер в свое время шрифт офигенный он просто так всех задрал что его все использовали и вот у меня теперь тоже такой лобстер среди микрофонов это во первых а так так вот он не конденсаторный а динамический поэтому у меня сейчас жужжит сосед где-то через несколько этажей я его слышу а по идее вы его не слышите так что такие дела так что теперь все классно будет вот и по идее вы теперь даже не будете слышать как я нажимаю на кнопки офигенно да так как-то крутилку то сделать как сделать крутилку крутилку ну-ка вот скажите нормально слышно или нет я уже почти на максимум включил а то я предусилитель не это ничего не приобрел так как там маленький делать это во первых это первая новость что у меня микрофон теперь другой а вторая новость в том что посмотрите дискорд наконец-то ой куда все свернулось куда все свернулось наконец-то дискорд ребята все у меня теперь налоги на одной винде а дискорд на другой я теперь счастливый человек потому что у меня теперь есть дискорд и мы сегодня с вами будем насмотреть ваши работы работа мы будем смотреть значит откуда критики работ правильно так вот там что-то кидайте погодите надо сначала написать что-нибудь вот и после того как я чего-нибудь напишу будем смотреть в том порядке в котором вы кидаете а то кто-то раньше накидал кто-то позже пришел чтобы было все по-честному давайте на вопрос на ваши чуть-чуть подвечаю на сервер да классно что дал ссылку это прям вообще клево спасибо тебе вопросы есть значит кто первый раз или кто забыл ко мне обращаться вот так собака алё собака алё потом я высвечиваюсь задаете вопрос он тогда подсвечивается оранжевым и я его не пропущу ты очень тихий значит микрофон надо поближе вот так сейчас я буду наверное получше а так слышно вот раз два три а я знаю я знаю что сделать новый микрофон я забыл одну штуку включить ребята сейчас все будет микрофон фильтры усиление 10 децибел всего вот теперь по идее должно работать нормально сорян забыл что надо усиление добавить можно даже больше еще ну-ка а сейчас нормально стало слышно по идее вас нам задержка 15 секунд но я сюда зашел и настроил усиление и теперь все будет работать да теперь все будет ждем значит 15 секунд пока там до вас долетит настройки микрофона сейчас нормально и вот я могу еще громче сделать но вы там сами напишите если что так ладно вопросов значит нету чуть-чуть то потом мы подтянем микрофон давайте погнали после черточек кто в каком порядке кидает в том таком и смотрим я думаю работ 15 мы у нет 15 я прям загнул ребята работы 12-13 мы должны посмотреть так много прилетело сразу а где начало вот начало до новая не прочитанная сразу значит сразу открываем работу сразу ее смотрим книги огонь класс клёво это же не моя но она тоже огонь но тоже классная так привет сделал редизайн можем посмотреть в инстаграма кстати да вы скидываете инстаграм и дубликатим open на же такие правила кто хочет что-нибудь интересного показать о себе заявить что раскидываете инстаграма и мы будем смотреть звуки компа потише чуток а звуки компании по идее вообще отключены вы не должны слышать а слышите все звуки компа отключил микрофон поздно вы и забыл как настраивать так чего вот у нас есть инстаграм а что у нас тут контент есть какой-то нет просто фотографии но тем не менее есть инстаграм есть какие-то работы с анимацией кому интересно можете посмотреть вообще конечно клёво было если бы вы что-нибудь писали про дизайн вот это было вообще классно и скидывали тогда это было бы вообще хорошо а то просто фотки смотреть ну просто вы же должны быть заинтересованы в том чтобы люди подписывались на вас от замотивировать на подписки просто фотографиями конечно это то еще надо очень постараться а вот если там контент какой то есть это вот уже другое дело значит погнали куда фигма фигма иди сюда так тут что-то классненькое такое без всяких текстурок и всего остального вот это наверное какой-то ребус надо сидеть и решать если каждый день каждый день я бы написал наверное если это же онлайн магазин это не не знаю там не зоопарка то есть мы не планируем на воскресенье или там на следующую неделю мы нам интересно в данный момент онлайн магазин работает мы сейчас можем сделать заказ или нет поэтому я бы вот этот весь ребус переписал работает еще два часа ли до конца работы столько-то то есть в одну строку написал оттора а потом уже где-нибудь можно по ховеру по наведению какую-то подсказку показывать там все это расписывать но просто столько всякого сложного вывалить и сиди разбирайся тут еще цифры эти мелкие шестерка на восьмерку очень похоже вот это я точно переделал нам главное ответит нам час менеджер или он уже ушел вот это надо узнать а ответит ли он нам воскресенье со скольки до скольки вообще нас в данный момент не интересует мы в правом и воскресенье на это про этот сайт вообще забудем да тут сердечко на сердечко не похоже я бы сверху поставил а то сердечко совсем похоже не на сердечко так это на что страница а это просто одна карточка понятно комментарии тут нужно подсказку какую-то дать что комментарии оставьте отзыв или напишите свое мнение напишите суть вопроса или предложение надо дать понять что сюда писать а что комментарии шо нам писать красивая картинка ли пнг вроде и без квадратиков что вот сюда надо писать непонятно ну так то я чисто клево смотрится хорошо название конечно надо было бы сделать вот это смотри у тебя место есть место есть можно вот это все сдвинуть подальше потом у тебя скролл вот этот совершенно потерялся совершенно не видно что тут можно скроллить вышку нибудь стрелочку добавить такую незатейливую а вот это все сделать по большими это все-таки навигация что-то так скромненько тебя смотри просто какая-то характеристика просто какое-то слово подголовник гораздо больше чем целая целая рубрика и целый категория сайта я бы сделал побольше хотя бы привел к одному знаменатель и так классно смотрится чисто клёво молодец и книги хорошие читаешь начнешь инстаграм вести и вообще будет хорошо да так куда мы там погнали а в дискорд смотрим следующую работу это плюсик поставили вот тебе еще плюсик привет первая работа в темной теме мнение можно улучшить и изменить сейчас посмотрим так давайте работу вопрос работу вопрос сколько работ должно быть три работы хвана в бланчере чтобы найти заказ до без разницы без привязки к бирже три работы будет достаточно чтобы уже начать искать потом догоняешь это число например работ до 10 или 20 и не надо делать там 300 работ потому что 300 так сильно состарить первую работу что там будет вот такой свой пыли поэтому надо определиться просто работ 10 или 20 достаточно для портфолио тем более ни одного заказчика нет столько времени сидеть и смотреть все твои 100 200 300 работ вообще не будет это делать он откроет какую-нибудь первую она супер состарившись или просто рандомно откроет этом за четырнадцатый год поэтому 10 20 работ будет достаточно потом новая появилась просто взял и старую удалю какой-нибудь у тебя мое сообщение не видно хотя она первая ну я не знаю может это пинг какой-то мы идем в том порядке вот после моих черточек значит это мы открываем да да это открываем марка надо брать странный заголовок не очень понятно марка что марка надо брать не знаю volkswagen надо брать mercedes надо брать а что марка может я не понимаю что тут написано может и не понимаю ключик где-то вообще не в том месте ты сделал асимметричный дизайн и это конечно клёво то что он не симметрия хотя он такой асимметричный симметричный получился лучше делать сильно не симметричный дизайн например где-то и что-то сегодня показывал вот смотри я вроде все по сетке но вот эти блоки смещены туда тут круг то есть в целом есть какой-то прямоугольник то есть этот блок он устойчивый но он не симметричный нет такого что у тебя здесь круг то есть не знаешь чего нету вот такого что у тебя например один блок так а во втором блоке вот этот кружок например здесь а ссылки вот здесь то есть таким шахматным порядком это получается какая-то симметричная асимметрия вот как у тебя здесь симметричный дизайн и правильно дизайн они просто смотрится супер шаблонные когда вы придумываете что-нибудь и не симметричное например вот это по большому счет это что же симметричный блок но за счет того что здесь фотография явно выраженный прямоугольник а здесь все такое мелкая крупная есть такой сдвиг туда в ту сторону вот а при этом по сетке все хорошо встала и нигде ничего не разваливается или даже вот карточки новостей если мы карточки сделаем разной высоты то этот шаблонный блок симметричный резко становится не симметричным и смотрится совершенно по-другому воспринимается просто офигенно вот плюс тут же будут фотографии без привязки к всяким там персонажем то есть не будет такого что там человек у него там шею обрезали там челка слетела тут будут просто интерьеры поэтому растут всегда такие фотографии то можно вообще забить если там где-то фотографии у тебя будет какая-то прямоугольная вставлена и там вот какие-то уголки срежутся но фиг с ним вообще просто вообще и все вот поэтому делайте старайтесь не просто симметрично а симметрия то есть симметрично не симметрично симметричный вот старайтесь чтобы вообще было какое-нибудь смещение куда-нибудь взять вот эту штуку например начать вот отсюда вот а так у тебя видишь вроде три колонки три колонки тут четыре колонки в итоге ничего не совпало нет никакой вот ярко выраженная линия нету вот есть клёво когда есть какая-то линия и глаз по ней идет спускается и все хорошо становится то есть видно что дизайн аккуратный ровный а у тебя как будто бы вот разные дизайнеры делали родные блоки потом кто-то составил и получилось вот то что получилось тут линии никакой нет вот эти два блока вообще не подружились по линиям тут тоже не подружилась тут не подружилась да вот если уже тут не ключи то тогда вот эти включения вообще будут за пределом вот у тебя будет монитор и ключи будут где-то там не пойми где поэтому ключи уже если они тебе нужны я не знаю ну это просто дизайн ради дизайна лучше уже убрать тогда вот потом чем блок выше чем блок важнее тем он выше да да другие автомобили это одна одна можно остав заявку в конце ставить другие автомобили выше почему мы в принципе тут по иерархии нормально хотя подожди почему машина почему мы два раза почему именно мы почему именно у нас дурацкие вопросы в заголовках лучше старайтесь вообще вопросы не задавать а сразу давать ответы нас выбирают например нас выбирают потому что мы официальный поставщик потому что у нас все оформлено ты задавишь вопрос а у человека у него нет ответа почему откуда мне знать почему вы надо сразу нас выбирают потому что всего четыре вот это хорошие всего четыре шага вот прям по фактам всего четыре шага это быстро или когда там тест какой-нибудь даете ли там калькулятор просите форму заполнить ставить эту приписку займет две минуты вообще классно понимаю что эту форму заполнять быстро да бог хороший тут все клёво по и повторно смотри например ты повторил стиля заголовков повторил стиле описание но не повторил расстояние между заголовком и описанием и в итоге у тебя смотрится корявая плюс тут еще какой-то пробел везде залез в каждом заголовке какой-то пробел кажется что-то верстальчик накосячил вот ты взял и подставил версталь чко тоже предлог можно было бы уже и перенести потом машина-машина потом куча текста лучше сделать уже какой-то например изображение потом что-то текстовая потом какая-то и опять изображение надо это стараться чередовать вот смотри изображение что-то текстовка изображение текстовка изображения текстовка и потом опять какой-то там графика пошла она смотрится хорошо когда ты сразу вываливаешь кучу всяких фотографий а потом кучу всякого разного текста то это конечно прям не очень смотрится просто куча текстов мы сюда пришли машину учетовый что-то мы сюда пришли делать что-то делать с машиной но непонятно что мы арендуем или вот по сайту должно быть понятно что тут происходит мы машину берем в аренду ли мы продаем покупаем или мы нам подбор машины лечу это просто или это вообще ремонт машин вот вообще непонятно о чем сайт марка надо брать вообще непонятно о чем сайт если мы сюда попали не из поисковика то есть мы писали например ремонт машины и потом хоп тебе ссылку далее значит по идее тут ремонт на машина и и кстати не всегда так могут еще нибудь левого подсунуть вот а если мы просто попали по какой-то ссылке увидели где-то ссылку рекламку или еще чего-то то фиг пойми что за сайт поэтому лучше делать так чтобы конечно было все понятно вот это у тебя все хорошо уравновешивает а вот это вот все уводит вот туда можно вот это все поставить по центру и будет такой симметричный устойчивый прямоугольник ну да будет уже как треугольник на час у тебя здесь дырка все туда завалилась да непонятно о чем сайт и старайся делать менее симметричные менее симметричные дизайны другие автомобиля 1024 вот смотрите у нас хороший пример адаптива который оказался бесполезен то есть для верстальщика вот этот адаптив ну просто бесполезен надо показывать перестроение блоков у тебя вообще ничего не перестроилась ты показал аж два макета кто-то в принципе всего показывает два макета 302 768 и компы а ты показал аж два макета это вроде как уже и планшеты но 1024 где-нибудь там библиотеке в какой-нибудь в архиве тоже можно найти компьютер такой но в целом у тебя вообще нет никакого перестроения гамбургер не появился блок никуда не уехал те как было фотография на так и стоит у тебя как было здесь текстовка фотография текстовку тебя так все и стоит а ну вот хотя есть какое-то перестроение да ну хорошо вот в этом блоке появилось перестроение тут вообще ничего это вот просто 11 ты просто взял и жал какие-то там отступы и все то есть вот это вот просто бесполезно ты вот этим бесполезным макетом отобрал у себя наверно не знаю там минут десять ну сжать может там еще и подтянула может вообще минута может еще меньше но ты еще отнимаешь время у верстальщика надо сидеть и сравнивать а что тут вообще изменилось изменяли цели тут вообще что он ключики права ключи пропали она понятно да ты сердить верстать ради этих ключей показывать макет можно было здесь убрать их и все это же будет диапазон вот это вот диапазон от 1024 пикселя до 1000 тыс вот это а почему тебя 1200 подожди 1280 вот это вообще зачем тебе смотри у тебя вот этот макет этаж и есть 1280 понимаешь ты что-то сделал из из компов планшеты сделал где там дизельно вот мы делаем 1920 в размере где у тебя размер сетки нет ну смотри у тебя 1200 это 1200 она попадает в 1280 значит вот это вот мы просто уменьшаем вот эти уши и вот у нас уже макет для компов в диапазоне от 1280 до не пойми там скольки вот это вообще не надо показывать надо показывать 1920 с контентом вот таким все вот это это просто бесполезный макет просто отнял время и у себя и у верстальщика все показываешь вот этот потом пошел на 768 480 320 вот не делайте макеты в которых нет перестроения в них нет просто смысла вообще смысла нет так пойдем дальше так слушать я был вне уже минут 10 напишите нормально там с громкостью или надо еще подкручивать или все окей поставьте напишите прям все окей со звуком все окей так вопросы приехали класс тебя мое сообщение я и на это не могу повлиять сколько работ должно быть ответил подскажи насколько прибыли физлицу оплатить счет который ты ему значит смотрите у меня банк меня счет и п в россии и когда я выставлял этот счет в россии в беларуси когда я выставлял этот счет то есть давал данные этого счета россиянину или украинцу он вообще никак не мог оплатить то есть у него нет он зайдет в тинькофф и что тинькофф он никак то есть он не смог это все дело оплатить и в итоге мне пришлось подключать эквайринг вот когда уже подключил эквайринг само подключение заняло там наверное неделю всякого геймера пришлось там и сайт немного перевопатить но теперь я просто генерирую ссылку которую мне занимает то есть я просто пишу дату пишу кто за что какую-то пометку для себя вставляю сумму в белорусских вы кого то есть мне надо зайти в google посмотреть эквивалент какой в общем минуту я делаю эту ссылку дают человеку он нажимает кнопку оплатить у него данные карты вводят данные карты и все и мне деньги прилетают то есть достаточно просто и быстро а если я просто дам но без эквайринга без интернета то вот никто не сможет оплатить только если по беларуси и это займет там три или четыре банковских рабочих дня так что интернет эквайринг это прям песня можно еще чуть больше громкости еще каким тиховато классный звук окей слышно окей нормально ладно слушайте если там пара человек тихо то давайте вы тогда сами подкрутите колонки свои ну ладно давайте я чуть-чуть добавлю фильтра мне надо купить предусилитель но у меня-то не получится предусилитель ставить знаете почему я могу программно увеличить вот добавил еще 3 децибела вроде нормально у меня проблема в этом микрофоне меня тут вот у него есть крепление вот такой вот и сюда вставляется такая вот папироса вот а у меня это папироса будет вот в эту штуковину операции получается я не смогу такой предусилитель ставить и мне надо покупать какую-то другую штуковину я не пока не нашел поэтому как делают все у меня не получится из-за того что у меня какой-то держатель дурацкий так погнали дальше привет две работы посмотрели смотрим третьем да это посмотрели с машинками погнали дальше это крат что у меня дискорд наконец-то есть это же просто так офиге правая кнопка есть во первых есть правая кнопка во вторых теперь уведомления прилетают раньше если мне кто-то что-то пишет или просто в чатике пишут вот это вот красная штуковина загорается но только тогда когда я разворачиваю его и просто свернут браузер я же не вижу вот этого уведомления снизу там нету и получается что я могу забыть на несколько часов вообще про дискорд потом вспомню что у меня чатике есть потому что ребята спрашивают что срочного на курсе а я и знать не знаю а теперь всего хорошо да а тут что-то с размером кажется беда по ширине так как там control вот так да да во первых надо с размером сразу 1920 делать продлевать вот видишь не дотянуло сколько фотографии вот там же непонятно тебя обряд не она вроде не обрезали вроде да вроде фотография целая на заднем плане но все равно потом у тебя тут все разлетелось во первых очень все огромное просто настолько все огромное значит ребята вы когда начинаете то что вы сделали первую работу это клево но выше когда начинаете делать вот вы не знаете какого размера сделать ссылку какого размера сделать отступ вы просто открываете сайты где уже все сделано какой-нибудь сленбук вот просто там много всякого разного от разных дизайнеров на разные темы поэтому я все первым делом всегда захожу на венбук вот смотри и заходишь смотришь вот какой нибудь фонд ниндзя или вот фонд на ссылку 14 пикселей смотришь сюда 14 пикселей открываешь ли вот кнопка есть какая-то открыл эту кнопку тоже этим фонд ниндзя открыл ну давай где-то тут дучи то большое 20 и прям 20 как это подстава сейчас подумайте что можно и ты 20 и 30 но в целом вот где вот это вот адекватный размер кнопки это вот это уже большая тем более тут еще в режиме блондинки вот кнопки есть пойдем глянем просто посмотрели сделали к но несколько вот 14 18 16 20 это уже предел будет у тебя там наверно 36 какой-нибудь размер такой кнопкой можно просто прибить человека на 336 это заголовок вот 36 вот сюда вот 36 ставить сюда надо ставить в два раза меньше вот эта кнопочка должна быть аккуратно очень огромная и тексты большие и все большое отступы большие просто берешь открываешь какой-то сайт вот открыла сайт открыла смотри сделал скриншот забрал этот скриншот себе туда на 11 винде не работает в отчет теперь приходится лишний клик делать и между этими двумя кликами еще и ждать целую секунду так грустно вот смотри видишь какие отступы какие отступы вот делаешь один скриншот 2 скриншот 3 скриншот и потом смотришь какие тут размеры то есть и сделала кнопку ты эту кнопку во первых не сгруппировал никак вообще групп никаких нету это надо срочно звонить в бюро находок может там что-то и видели тут прям вообще конечно грустно вот и ты уменьшаешь до того размера чтобы она была похожа а потом смотришь чтобы не было дробей вот 1624 берешь значит 16 потом нажимаешь их так и теперь ты будешь уверен что вот такая кнопка она будет адекватно потому что такую уже кто-то сверстал и такой кнопкой кто-то пользуется а вот таких кнопок нету нету это просто очень огромная кнопка очень-очень-очень тут просто очень тебя тут пицца это это не какая-то вот это вот стен газета в детском саде или первоклашки и второклашки как звонить в скорую и в пожарку это просто шаги надо дать понять что вот отсюда мы идем сюда 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 не надо так орать надо делать все гораздо меньше очень огромное все гигантизм это вот одно из популярных направлений у тех кто только начинает не надо так орать не надо не надо надо просто делай и следующую работу и все будет доброе надо чтобы блок помещался на один экран у тебя вот видишь 900 пикселей мы добавляем вот сюда меню браузера меню винды или чего-нибудь еще у кого там что бывает и уже такая карта будет очень большой желательно чтобы блок ладно карта на весь экран еще ладно да все очень огромные отступы большие это набор ссылок надо сидеть и под собирать надо размер уменьшать просто делай-делай и делай и не устанавливай смотри другие сайты вот тебе пример открываешь сайт скриншотишь какой-то блок ставишь себе три блока сделала и вот какой размер заговорка какая кнопка какие отступы футера там же и футер надо глянуть открываешь где-нибудь какой-то наверное навороченный футер ну да навороченный get in touch сейчас как насмотришь то ну такие вот get in touch во первых на английском потому что компактно все потому что у нас там оставьте бесплатная консультация вот тут по большому счету это аналог того что в русском языке пишут бесплатная консультация и вот представьте какая разница поэтому надо делать выборку то есть не просто взять один какой-то и сделать как там аль берешь например 5 если у четверых например какие-то там маленькие размеры значит надо делать маленькие просто бери другие сайты и скриншот и все будет добро вот видишь какие ссылочки какие отступы вот такие надо делать у тебя там такое все огромное а я уже закрыл уже не вставляется так пойдем просто делай дальше и все будет хорошо каждая следующая работа будет лучше и по размерам и по всему остальному очень хотел бы мой дизайн который делаю вдохновлялся химитек очень прошу улучшить бум-бум-бум-бум-бум слушайте знаете что самое обидное бывает и когда вот вы перед свои работы а потом приходит автор работы и говорит слушай я у тебя на разборе видел свою работу кто-то у кого-то сплагиатил и прислал работу на разбор ты прям так обидно потом становится так ну на химитек то вообще не похоже тут вообще от химитека ничего нету у меня кстати химитек открыт сейчас будем новую страничку делать вообще совершенно другое там вот это вот хорошо человек пишет я вдохновился химитеком и сделал совершенно другое а ну вот наверное да вот кнопка похоже на химитек вот кнопка похоже а все остальное вообще друг вот этого я понимаю вдохновился а то бывает прям пиксель в пиксель там чуть-чуть где где-то что-то подвинули а так вообще один в один. Вот это прям молодец. Вдохновился как следует. Значит, чего у нас? Вот эти иллюстрации, они, конечно, такие дешевые, они не выглядят, это прям какой-то детский сад. Иллюстрация в детском саде или тоже в первых классах, это что-то промышленные фильтры. Это, во-первых, если бы были просто фильтры для воды, то можно было прикинуть, что, скорее всего, там какая-нибудь молодежь может, там какие-нибудь молодежные фильтры. Но тут прям промышленные, то есть заводы всякие, фабрики покупают, это что-то такое. А тут такая тематика, стилистика, она вообще не подходит, как мне кажется. Ну-ка, ребята, напишите плюсик, если нормальная стилистика для промышленных фильтров, а минус, если вы считаете, что, ну, стилистика как-то слишком не подходит. Потом, у тебя они все одинаковые. А, ну, понятно, это вот как в фотошопе, так, еще и компоненты. Компоненты есть. Так, а у тебя же есть, я в пятницу ролик выпущу про компоненты, и там я рассказывал, что не берите пример с тех, кто делает в фотошопе, потому что в фотошопе делают одну карточку и потом ее просто размножают в сторону, а потом выделяют три карточки и размножают вниз. Не берите пример, потому что мы делаем в Figma через компоненты все то же самое. Мы один мастер настроили, у нас везде все поднастроилось, как в фотошопе. Одна карточка и у нас одна карточка. Ну, видишь, что у тебя получилось? У тебя копия получилась? Ты вроде делаешь через мастер, а реальный контент не вставляешь. Надо же вставлять и разный контент, две строки показать, три строки показать. Подробнее рябит в глазах. Очень сильно рябит в глазах. У тебя цены теряются. Цены, во-первых, можно сделать черными, может быть, даже полужирными. Давай что-нибудь попробуем сломать. А вы пока знаете, что? Задайте какой вопрос, а я буду на него отвечать и что-нибудь тут ломать. мое сообщение не видно, это вы уже проехали. Это уже да. Так, минус-минус, не подходит стилистика. Как будет кто сможет попасть на октябрьскую группу? В сентябре, наверное? То есть, идеи там, знаете, сколько всего прислали? Сейчас вам покажу. Вот сколько прислали работ. О, хотите? Вон, 61, минус 1, 60. Вот этих уже забрал. Я такую штуку нашел, макет, нет, не макет, вид. Вообще, супер не работает. Блин, там такая анимация классная была. А почему-то по горизонтали не работает. Ну, ладно. В общем, уже 60 человек есть, надо сидеть и выбирать, читать все это где-то в сентябре. Так, что я хотел? Мастер есть, да? Значит, во-первых, надо цену сделать какой-нибудь, наверное, около черной, потому что это все-таки не ссылка. Ссылка, и так понятно, что карточка кликается. Во-вторых, как-то их выровнять надо все. Потом, тут бы автолаяут бахнуть. Потом, тысячные не надо отступать. Если ты делаешь для СНГ, а ты, судя по всему, делаешь для СНГ, даже если у тебя цены в баксах, в валюте, то мы делаем для СНГ, делаем вот так. Это у них там за океаном, у них делается по-другому. Без пробела и в начале. Вот. И, скорее всего, вот это бы я сделал каким-нибудь вообще с 7-ми болтом. А вот это бы я или контурную сделал. Смотри, акцент сразу... Так, Shift-X. Вот сейчас вот рябит в глазах так, что непонятно, куда нажимать. Вот это вот мы взглядом убираем, и сразу лезут в глаза вот эти кнопки. А какую из них нажать, если тут... Ну, конечно, там на сайте уже будет все разное, и картинки, наверное, будут разные, заголовки и цены, и все будет разное, но вот это влезет в глаза. А как только снижаем акцент, то мы уже не акцентируем внимание на вот этих кнопках. Поэтому я бы снизил акцент подробнее. Да и в целом, зачем подробнее? Подробнее, подробнее. Надо ли это подробнее вообще? Мы же в интернет-магазинах и так понимаем, что это товар. А внутри карточки товара уже все будет подробнее. Ну, то есть, мы же не подписываем в машине, это руль. Мы же не подписываем, не вешаем вирку. Это человек пришел за машиной, мы же ему не подписываем, это руль, это кресло, это четыре колеса. Он и так понимает, что и как. Тут то же самое, если человек уже пришел, сам зашел на какой-то сайт в интернете, но он понимает, что в интернет-магазин, то он понимает, как это все устроено. Поэтому это чересчур заботливо. Есть какая-то там болезнь, когда родители очень слишком оберегают сына, ребенка, и он потом вырастает и не может сам там решения принять ничего, приблизительно из той же оперы. Не надо считать, что там люди такие тупые, что они не догадаются, что это карточка. Мы наводим, лучше вон заголовок перекрась в синий, сразу по нему, ага, ссылка, тем более у тебя вон все подсветилось. И теперь у нас уже акцент не на каких-то просто кнопках, а именно на товаре. Да, вот эту стилистику я бы точно убрал. А, вот, знакомая. Но это не химитек. Это блок вообще не химитек, это уже телекоммуникации, прям копия в копию. Вы же когда берете, вот смотри, вот тут ты хорошо вдохновился. Вот, ну просто кнопку забрал, а все остальное свое. А этот блок ты вообще передрал прям пиксель в пиксель. Только вместо вот этого у меня там была какая-то фотография. Вы так не делаете. Ну это, во-первых, обидно, а во-вторых, вы же так ничему не научитесь. Как там тебя залить цветом? Во. Вот, это прям один в один мой блок. Возьми здесь, поставь, не знаю, там иконку по центру, например. Возьми по центру. То есть это какое-то преимущество. Возьми вот так сделай. Преимущество, например, какое-то там вот такое, как мы делаем иногда преимущество. Возьми вот так вот, возьми второе, возьми третье. Или возьми преимущество сюда, заголовок куда-нибудь сюда. То есть ты, ты как дизайнер, будешь развиваться, если ты что-то учишься делать сам, а не просто копировать чужое. Потому что так ты дизайну не на... Ты научился отрисовывать элементы. Так а нафига ты присылаешь на критику, если мы же не смотрим, насколько круто ты умеешь рисовать прямоугольники. Ты же присылаешь, типа, показать вот это прям вообще зашквар. Но вставляйте уже реальный контент. Вот когда ты пишешь, сделано с любовью, а тут просто копипаста, это не с любовью, это на отвали, и тут расстояние шиворот на выворот. Внутри должно быть меньше, чем снаружи. Да, вставляйте реальный контент и не плагиайте вот так вот, прямо копия в копию. Так не надо. А то не научишься просто. Если отрисовать что-нибудь, просто научиться кнопки нажимать фигме, то это, конечно, запросто. Но выдавать потом свою работу где-нибудь там в портфолио за свою работу, так не надо. Так, это посмотрели. Идем сюда. Ты каждый раз одно и то же рассказываешь. Ребята-то не смотрели другие разборы, видимо. А вот это значит, что ты приходишь часто. Это вот ты молодец. Обнял бы тебя, если тут не микрофон. Это клево, что ты часто приходишь. А кто приходит первый раз, он же не знает, что мы тут обсуждаем. Ну, слушай, в первых фидбуках мы там вообще отступ, отступ, отступ. А сейчас я, наверное, вообще слово отступ даже не произношу. Мне так кажется. Тут что-то интересное. Ковка художественная. Так, во-первых, художественная. А тут, видишь, все такое слишком, слишком прямоугольное. Нет ничего художественного. Возьми круг. Ну, то есть, у тебя три карточки, и они абсолютно одинаковые. Вот эти вот работы, они, во-первых, ручные, во-вторых, они, вряд ли он делает там оптом. Там 20 одинаковых заборов. Он для одного заказчика делает один забор, для другого еще что-то. То есть, все разное. И тут бы круто сделать, не знаю, круг, например, или вот как в новостях. Даже если у тебя там прямоугольники, так ты их сделай разного размера, чтобы от них смотрелось так шаблоном. Потому что у тебя не стыкуется художественная ковка. Это, считай, ручная работа. И вот это. Ну, прям не стыкуется. Шрифт с засечками лучше не использовать. Для контента. Можно использовать для заголовков, потому что заголовки крупные. А контент, или ссылки, или кнопки, буквы маленькие. И вот в этих маленьких буквах есть вот эти засечки. И эти засечки у маленьких букв съедают кусок буквы. И в итоге буква становится еще меньше, чем она была изначально, чем мы сделали на заводе. Поэтому для мелкого текста, вот для такого, он 20-й, и как бы не мелкий, но все равно это контентный текст. Лучше использовать без засечек. Да. То есть, это был первый, один из первых разборов, я бы тут сразу сказал, тут надо больше отступов, тут больше отступов. Ну, у тебя блоки зажаты просто. А наезжает друг. Вот, смотри, художественная работа. Заборов вообще одинаковых нет. Они все разные. Даже, казалось бы, одинаковые заборы, если всмотреться, они абсолютно разные. А у тебя одинаковые прямоугольники. Маши блоки даже по-разному. Вот, видишь, кстати, пытаешься как-то, тут буква Г, буква Г. А, понятно, у тебя повтор так вот идет. Буква Г как какой-то, как топор какой-то. Ну, нормально. Но в целом, я бы сделал еще по-другому. Например, ворота, это что-то большое. Ну, понятно, это ворота. Машина должна въехать, там, человек после Макдональдса залезть. А тут просто оконные решетки. Оконки. Оконки, они же поменьше, поэтому здесь бы я сделал, например, какие-нибудь там, свайдер. Вот у тебя вообще свайдер нету, и глаза разбегаются. Тут не пойми, куда смотреть. И клево, если у нас есть какое-то направление движения взгляда, когда вот мы либо Z-паттерн, либо F-паттерн используем. F-паттерн. Это когда мы сверху вниз, слева направо все изучаем, а есть еще Z-паттерн. Это когда мы дошли до правой стороны, вот, а потом переводим взгляд вот сюда. И если у нас тут что-то было, мы это как бы мимо ушей. Вот, у нас есть направление взгляда, либо F, либо Z. А у тебя в этом плане, вот видите, так, а у тебя в этом плане, конечно, грустно. Потому что не пойми, куда смотреть. Вроде есть заголовок, вот мы сюда хотели на этот ворота посмотреть, а у нас сразу взгляд какой-то заголовок. И вот мы сразу туда, и вот те ворота остались без внимания. Мы идем уже вот сюда, там вроде много всякого разного, но мы вот идем вот так спускаемся, и мы смотрим вот сюда. Мы вот сюда посмотрели и увидели взглядом, боковым зрением, новый заголовок. И мы сразу вот так вот идем вот сюда. И то, что там было, уехало вверх, оно уже осталось без внимания. И потом мы идем вниз, тут заголовка никакого нет, оказывается, ну вон вообще где. Поэтому либо оставлять между блоков побольше расстояния, делать крупнее заголовки, либо направлять человека взглядом. У тебя две дороги, как вот из лабиринта два выхода, лучше один оставить. Тогда все фотографии, меньше фотографий останется без внимания. Вот как здесь. Мы смотрим и сразу видим четыре кнопки. Так, так, или так, так. А тут мы смотрим, глаза разбегаются, пытаемся по одному пути к какому-то пойти, и все. То, что крупно написано, вот это клево. Вот это клево. Тут бы художественного чего-нибудь добавить, было бы классно. Так, вы там, когда кидаете, кидайте Инстаграм. Если у вас есть Инстаграм и есть какой-то контент интересный, не просто фотографии, а вот именно, и вы хотите себе подписчиков чуть-чуть, то не стесняйтесь. Скидывайте, мы все посмотрим. Так, ковку посмотрели. Художественная ковка слишком, вот даже вот здесь, видишь, у тебя блоки супер одинаковые. Три одинаковых блока. Даже внутри блока два раза одно и то же. У тебя художество, у тебя все разное. Ты можешь делать там вообще не по сетке, нет, не симметричное, да как угодно, хоть круг, квадрат, овал, прямоугольник, закругленный, там тропейца, да что угодно. Потому что это художественно. Заранее спасибо, пожалуйста. Так, там какие-то классные градиенты из прошлого. В качестве первых работ можно делать сайт, когда можно и не до первых работ, и для 20-х работ, можно и для 30-х. Если у тебя все проекты, за которые стыдно, или, не знаю, там сидишь и у тебя все НДА, НДА, то есть нельзя выставлять в портфолио. Например, работаешь где-нибудь на долгоиграющих проектах и два месяца потратил на проект, а потом заказчик, а нельзя выставлять, или там, ну пожалуйста, не выставляй, пока мы не сверстаем, а это не сверстаем на два года. Поэтому просто сидишь и делаешь что угодно тебе в портфолио и не порежешься. Так, можно на веб-лантере получить отзыв без оплаты? Можно. Все отзывы без оплаты. То есть отзывы, они бесплатные. Заказчик тебе оставляет отзыв бесплатно. Но если в течение 10 дней ты не оплатишь комиссию за то, что ты воспользовался услугами сервиса, тебе заморозит аккаунт. У тебя останется там одна кнопка. Ты заходишь на биржу, у тебя просто одна кнопка оплатить комиссию. Будет хэдер-футер. Я не знаю, кстати, в хэдере-футере ссылки активны или нет, но будет одна кнопка оплатить комиссию. И вот когда оплатишь, разблокируется все остальное. А так, то отзывы типа бесплатно считаются. Важно на первых этапах фидбэк, прокачка, это точно. Поэтому классно идти в офис, потому что там все опытные и они заинтересованы, чтобы ты быстрее прокачался. Или идти на какой-нибудь курс. Ты классный стрим, рад, что нравится. Так, работа между двумя просмотренных, как так? Сейчас посмотрим, как так. Вроде мы шли по порядку. Да, где там черточки? Вот это мы посмотрели, диван этот посмотрели, машинки посмотрели, вот это посмотрели. Мы идем по порядку. Ничего я вроде пока не пропустил. Да, пока ничего не пропустил. Привет, в банке 4 месяца смотрел ролики, уволился, решил в итоге заниматься дизайном. Классно, это у тебя получается сразу мотивация, потому что я когда на фриланс ушел, я сначала поработал во втором офисе, а потом уже, то есть я уже изначально хотел уходить на фриланс, но меня на 11 месяцев забрали во второй офис. Вот, а когда ты уже увольняешься, когда понимаешь, что надо семью кормить, то, конечно, ты уже будешь не просто на расслабоне, что ты уже и заказчикам будешь писать, и сам будешь заказы искать, а не просто ждать, пока не напишут. Где будешь... Парашют даже не видно. Там, конечно, не парашюта, вот такая фиговинка, конечно, но это... Это ж эмоции, это ж небо, это огромная панорама. Может, там еще где-то кто-то летит, может, там самолет улетает, или еще что-то. Вот, смотри, это ж крутые, классные, большие снимки. Можно тоже было составить. У тебя просто какая-то форточка, как будто сидишь, и у тебя там форточка вид на небо. Жалко просто, пропадает место. Даже вот если бы ты вот это вот небо, это ж даже если у тебя вот этой фотографии... Заказчик говорит, хочу вот эту фотографию, неба другого у меня нету, то это ж можно в фотошопе взять через градиент, через маску вот эту бахнуть, и потом просто сгенерировать небо. Там же сейчас в новом фотошопе можно просто... Кнопку нажимаешь, у тебя небо дорисовывается. Или просто вставить небо, оно же синее и синее. Там подобрать небо очень просто, и в итоге у тебя будет большое вот такое небо, и все, у тебя будет небо. Оно же не... Тут бывают, конечно, такие облака, которые ребят немного, но в целом даже на них. Вот видишь, ты написал слово, и оно хорошо читается. Поэтому я бы первый экран точно делал большим, классным, воздушным, а не просто какой-то окошко. У тебя вон три окошка потом. Зачем так много этих окошек? Смотрится как-то... Ну, вот, это пример, когда мы делаем супер симметричный дизайн. Я вот там ребятам сейчас в текущей группе, в предыдущей группе, я так сильно не настаивал, но сейчас я прям всем говорю, старайтесь делать несимметричные дизайны, особенно если вы делаете для портфолио, то есть вы сами себе хозяева, как хочу, так и верчу. И делайте несимметричные дизайны, они будут совершенно другого уровня визуально. Даже если там с типографикой проблемы, там кнопка кривая или еще что-то, общее впечатление от асимметричного дизайна, несимметричного, будет намного круче. А вот тебя видишь, все супер-супер, три, три, тоже можно сказать три, ну, то есть вот прям прямоугольник и точно такого размера блочок. И потом, вот это, кстати, криво. Кнопки не участвуют в выравнивании. Вот это, во-первых, если бы тут была просто фотография, то еще можно было так притянуть за уши. А давай мы поставим эти стрелки здесь. Но у тебя же тут куча текста, и ты из-за этих кнопок вон сколько места потерял. Можно было тут целое предложение дописать. Поэтому надо ставить вот так вот, а кнопки ставить сбоку. Или здесь, или здесь, или даже вот на фотографии, пусть он на границу фотографии наезжает, или вот здесь вот фотографии, или снизу, где угодно. Но, во-первых, не будет текст страдать, что ему мало места. А во-вторых, не будет такой дырки. Вот эти кнопки, они не поддерживают эту линию. Видно, что шло-шло-шло, а потом бац, какой-то вот такой забор, и пошло дальше. Какая-то вот прям случилась дроп-зона. Да, старайся делать несимметрично. Вот этот первый блок прям жалко, за первый экран прям вообще жалко. Ой, не жалко, обидно. Обидно за экран. Да, обидно. От края до края не пишите. Ребят, это выглядит плохо, это читать сложно, выглядит сразу шаблонно. И длинные вот такие текстовки. Тут вот вроде бы не от края до края, но учитывая, что тут очень мелкий текст, то в пропорциях вот это вот, это то же самое, что вот это вот, если мы возьмем и растянем. От края до края строки, непонятно где там следующая строка, мы переводим взгляд, уже забыли, на чем закончилось, потом не состыковали, и пошли дальше, кинули на полпути. Вон, открывайте какие-нибудь, что там открыто, где там? Есть тут какой текст? Вот, видите тексты, как пишут? Вот, оно это под заголовок. Вот, абзац текста. Мы же не делаем абзац от края до края, потому что выглядит плохо, читать сложно. Плюс у нас есть какое-то направление. Вот мы прочитали, и сразу в кнопку хлобысь. Поэтому старайтесь делать текстовки поменьше. Вот, смотрите, текстовка, текстовка. Вот, мы не делаем от края до края. Ну, не мы, а они, не делаем. Вот, либо мы делаем крупные, но крупные тексты от края до края, они, кажется, что строка короткая в пропорциях. Читать такое гораздо удобнее. Вот, не тянем вот прям до сюда. Тут же место есть, можно было растянуть. Мы не тянем, это будет плохо. Не делайте так. Зря закрыл. Может еще пригодится. Так, это закрываем, это закрываем, это закрываем, это закрываем. Да, за первый экран жалко. А, тут градиент, еще хотел про градиент сказать. Такое не делайте, ребята. Из какого-то там, вот, вот это прям хорошо. А где там? А где? Куда спрятало? Непонятно. Куда-то вот спрятало вот эту вот какаху, это прям какаха. Прям вообще какаха. Это вот русский беханс, прям сразу 2015 год. Вот эти вот облачка, это даже если у тебя тут было все супер, так вот стильно, ровно, плоско, а тут добавляешь какие-то облачка, это сразу весь дизайн, состариваешь просто этим русским бехансом, вот тоже от края до края, это, конечно, прям какаха. Так не делай. Не делай. Привет, очень важно. Спасибо. Успехов. Спасибо. Так, что вы там пишете? Ради качественного бесплатного разбора можно и зарегиться. Это где? Где зарегиться? В Дискорде? Ну да, Дискорд это как Телеграм, один раз зарегился, и вот можно потом. Там же в Дискорде бывают всякие разные сервера, не только наш сервер, их же там много. Только как это искать? Я вас забыл. Как искать сервера? В общем, куда-то там надо выйти в самое начало, и тогда все пойдет. Там у всяких играм, много всяких Дискордов, у всяких обзорщиков, много всяких Дискордов, этих там Снейл Кик, у него тоже там сервер. В общем, у всяких ютуберов, то есть не только у меня, то есть я завел Дискорд для того, чтобы общаться с ребятами, чтобы было удобно делить все, потому что в Телеграме одна ветка, можно, конечно, завести три Телеграма, но это уже неудобно, когда вот эти три Телеграма между там 20 и 20 другими теряются. Это неудобно. А их же тут, видите, сколько надо было бы Телеграмов завести? Это, конечно, грустно. В общем, Дискорд это полезная штука. Один раз зарегался, потом пригодится. Так, вот это мы не посмотрели, да? И это не смотрели. А что мы посмотрели? Небо. Синее небо. Вот. Да, вот это открылось. Так, но мы смотрим только главное, а то много страниц. А где главное? Вот, сразу смотрите, как воспринимается клево, когда разный контент, даже вот, не шаблонно смотрится. Вот это клево. Вроде бы блок, который повторяется от 8 карточек, потом точно таких 8 карточек. И, ну, выглядит же круто, не шаблонно. Разная высота и сразу воспринимается по-другому. Вот это прям песня. Если бы еще чуть побольше отступ делать, было бы, наверное, еще лучше. Но учитывая, что у нас тогда предмет будет меньше, ну, может и нормально, может и нормально. Во, клево, что разная высота. Это клево. 6 таких, 6 таких, а тут, видите, не 6, а 8, 8. Клево. Первая фотка большая, все читается классно. Наверное, даже можно было бы и не затемнять. Наверное, бы так было видно. Размер хороший, все классно. У тебя все такое острое, 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 а тут все такое закругленное. Я по иконке делал с острыми концами. Вот, от края до края это, конечно, фу-фу-фу. Вот так вот, фу, вообще. Напиши ты цитату вот отсюда, вот досюда. Все, пусть тут будет лучше белая дырка. Белая дырка будет намного круче, чем вот такая вот штуковина, которую невозможно прочитать. Это же какая-то там важная фраза, важная цитата. А ее читать просто невозможно, потому что она от края до края. Такие, вот, очень хорошо читается. Оп, оп, сразу взглядом посмотрели. Как-то это, не это, неравномерно. Тут вон какой размер. Какой тут? Где размер? 14. 14 это очень мелко. А тут, по сравнению с 14, конечно, слишком большая разница. 24. Почти в два раза больше. Надо какой-то баланс найти, сделать ссылки сверху и снизу одинаковыми, потому что вот это как будто бы делал кто-то другой. Или там кто-то сделал. Вот серединку как будто сделал хороший дизайнер, а вот тут, который не понял, что с масштабом делать, а вот тут как будто бы дизайнер, который только начинает и сделал все такое крупное. Да, 24 это подзаголовок блока. Ну, это скучненько. Просто 404 написать, это скучненько. В общем, то, что не шаблонно, то, что реальный контент вставлен, это офигенно. Это офигенно. Вот тут, конечно, будут вопросы к тебе. Это вот как ко мне вопросы. Знаете где? Где-то я вчера рассказывал. А, не вчера, позавчера. На курсе я, по-моему, рассказывал. Или где-то. В общем, где-то точно не на открытом стриме я про это рассказывал. У меня тут восклицательный знак есть. Вот. И там я рассказывал про погенацию. Кстати, подписывайтесь на инстаграм. Тут же всякого разного полезного. Где? Во, видите, вот это ужасная погенация. Если на 7 слайдов еще нормально. Если там 15-20 будет вот эти вот две строки, это, конечно, будет какаха. Поэтому клево делать или как в инстаграме, например, или цифры указать. Дать понять, что у нас еще там есть что-то, но что оно все компактно смотрится. Вот. И мне потом предъявляют, и, в принципе, я понимаю, почему. Потому что я написал, что это какаха. Мне предъявляют, у меня на странице курса. У меня вот здесь вот много отзывов. Уже много отзывов. А на смартфонах их в два раза больше. То есть тут двойной я на смартфонах поделил на 1 и 1. То есть вот этих точек стало в два раза больше на смартфонах. И там, конечно, они не влезли. И получилось ровно то, что я сказал, что это какаха. И мне вот кидают один скриншот из моего сториса, и вот это кидают. И что? Ну я что, виноват, что в тильде так? Я же не могу это по-другому сделать. Это в тильду пишите, что вы мне пишите? Я ее знаю, что плохо. Поэтому я новые не добавляю. А хочется же новые добавить. Ну вот и у тебя будет такая же история. У тебя там два или три этажа будет на смартфонах. Вот это прям плохо. Очень много. Очень-очень много. И смысла нет. Это не информативная штуковина. Когда вот, например, вот так. А, я тут рукой закрыл. Думаю, что вы видите. В общем, когда вот столько. Мы просто понимаем, что там много слайдов. А когда вот столько, это не информативно. Мы понятия не имеем, в какой нажать, чтобы выехало то, что нас заинтересует. А значит, мы будем нажимать просто тупо рандомно. А значит, раз мы нажимаем рандомно, то это не информативная штуковина. Можно было просто оставить дальше, 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 дальше. И было бы то же самое. Но выглядело бы сильно лучше, чем вот так. Просто стрелки добавить вообще без погенации. Поэтому будут к тебе вопросы. Мне там уже писали несколько раз. Типа, вот тебя, а я что, виноват, ребята? Я знаю, что это плохо, но я же не виноват. Так. Дискорд. Вот. Это, посмотрели. 404 грустненькая. Ну, в смысле, она просто... Просто 404, и никакой идеи в нем нет. Вот, такое что-нибудь. Вот смотри, тут так, тут так. Там еще как-то вот такое. Вот надо было бы туда вкованные вот те ворота, заборы. Вот, вот видишь, тут такое, тут такое. Вот уже что-то там, какая-то ручная работа пошла. Это сразу совершенно по-другому смотрится, воспринимается. И видно, что человек там попытался где-то что-то поменять. А не просто квадратики. Можно было бы тут... А, кстати, видишь, вот это полукруг, хотел сказать, давай еще тут круг добавим. А тут, оказывается, полукруг, но он вообще не виден. Сливается. Из-за того, что фон, короче, потерялась вот эта вся. Вот если бы сюда вставить темную фотографию, оно бы сразу считывалось. А так, за счет того, что там другая... А там, конечно, будет другая фотография, и мы не знаем, какая там будет. Оно же там смещается, наверное. Это же посты, написали новый пост, и все сместилось. Там, наверное, будет потом в какой-нибудь момент вот так. Вот это бы сразу считалось. То есть, если будешь делать для портфолио, вставь какую-нибудь темную фотографию, потому что светлое на светлом теряется, и даже сразу ты их глаза не воспринимаешь. Кажется, что просто одна круглая, а все остальное квадратное. Поэтому вставь что-нибудь такое. Вот, чтобы сразу было видно. Так, вопросы давайте глянем. Глянем вопросы. Да. Вот так, а где вопросы? А вот вопросы. За что меня уже второй раз модератор или кто там исключает из обсуждения? Что я сделал? Это, возможно, не модератор, а вот этот антиспам. Если быстро напишешь два сообщения, то... YouTube тебя выкидывает, чтобы ты не писал так быстро. Вот, да. Мы тут ни при чем. Да, перезагрузить, сработает. Так, что там сайты, какой тематики лучше делать вначале для портфолио? Смотря какие у тебя цели. Если ты хочешь, чтобы тебя... Если у тебя в планах потом идти в агентство в какое-нибудь или в студию, то, конечно, надо делать что-нибудь такое fashion, какую-нибудь travel тематику, чтобы были классные панорамные фотографии, такие большие, вот что-нибудь вот такое вот несимметричное, классное, нестандартное. А если у тебя в планах работать на бирже и чтобы не сидеть без дела, то надо делать вообще совершенно все другое. Какие-нибудь юридические услуги, установка окон. То есть то, что заказывают ИПшники на фриланс-биржах. Вот это вот прям сидеть и вот такое делать в студии. А для ИПшников надо совершенно другое. Надо делать приближенную к народу. Установка окон, ремонт квартиры, юридические услуги, не знаю, там вызов такси, доставка пиццы. То есть то, что вот прям заказывают народ. Поэтому смотря какие цели. А вообще можно делать и так, и так. Одну для агентства, одну для этого. Мало ли кто клюнет. Так, что там нам написали? Люблю твои разборы. Класс. Спасибо. Что любишь? Это, наверное, что такое? А, я подумал, это UIKit. А это меню какое-то. Какое-то интересное меню. Это вообще какой-то слайдер. Что это за блок? Десктоп. Сложно понять, как это будет, но будет что-то интересное. Вот вживую, если бы посмотреть, было бы классно. Классно было бы посмотреть. Такие длинные загонки. Можно орать режимом блондинки где-нибудь вот в бегущей строке. В кнопках можно делать. Но вот это вот, оно нечитабельно. Нечитабельно. Вот каждая буква, а все, нет выносных вот этих хвостиков. Щ, Ц, Р. Что там, у Р нет хвостика, где там, у, вот эти вот, а, у Р есть хвостик. Да, у Р есть. Вот таких вот штуковин просто нет. И читать такое очень-очень сложно. Еще такая широченная фраза. Ее покороче сделать, хотя бы вот как здесь. Еще тогда, возможно, можно было прочитать. Но учитывая, что у тебя просто вот видно, у тебя буквы пропадают. Каждая вот вторая часть буквы ее просто съела. Ну, шрифт такой, не очень удачный для большого объема текста. И читать такое очень сложно. Это надо прямо сидеть и дорисовывать в уме каждую букву, чтобы это осилить. Можно было сделать заголовки вот таким, а сюда вставить какой-нибудь, во, вот такой шрифт, который читается вообще без проблем, на контрасте. Вот это вот хорошо было бы. А так-то, конечно, потеряется непрочем. Вот короткое слово читается без проблем, а длинное очень-очень плохо. Выглядит интересно, но нечитабельно. Вот это не читается. Выглядит клево, интересно, нешаблонно, но не читается. Не читается. И что-то сайт закончился ни на чем. Нет ни футера, никакого призыва к действию. Или это следующая статья, что это? А это следующая статья, непонятно, что это. Вот, смотри, вот это даже в режиме блондинки и даже в длинные строки читалось бы намного круче. Потому что мы все буквы сразу видим, а тут каждую букву испортили. А выглядит нешаблонно, выглядит классно. Если не вникать в подробности, что там сайт, не пойми, как закончился, то лайков нахватаешь, конечно. Потому что не шаблонно. Не шаблонно. Вот если бы еще вот такие штуковины были одинаковые, было бы вообще хорошо. И здесь вот так вот. Это было бы вообще прям песня. Смотри, как сразу становятся отчеты. А там что, нет точки, что ли? В шрифте. Вот, смотри, начинает пересекаться, уже начинает эффект повтора быть. Когда есть эффект повтора, смотрится круто. Да, а так-то классно. Классно, классно. Так, это посмотрели. Смотрим дальше. Привет, можешь оценить главный каталог. Нет, это слишком много. Там ребят много желающих, поэтому посмотрим главный. А то остальные останутся без обзора. Так. Много щелей тут надо шарфик доставать. Это скоро продует, наверное. Вот тут хорошо. Воздушные отступы, но они хорошие отступы. А вот тут уже, наверное, слишком переборщ с отступами. 220. Наверное, это много. И ладно, если 220, до следующего блока. Но где 220 плюс 220, а у тебя такого нет. Но тут точно не 220. Это вообще 280. 240. А чего так не одинаково везде? 300 вообще. Надо же одинаково делать. Что-то вообще какая-то беда. Почему? Почему так все по-разному? Как будто иконка не подгрузилась. Тут как будто чего-то не хватает. Ты под своим дизайном, вот этим сдвигом куда-то там, подставил верстальщика, потому что все будут думать, что он козел иконку не заверстал. У тебя тут есть линии, а тут линии есть, но не видишь какие. Тогда либо здесь надо вот эти линии делать меньше по высоте, чтобы оно дружило. Вот этот... Как будто делали два разных дизайнера одно и то же задание, но сделали по-разному. Кто-то дотянул, кто-то не дотянул. Надо повторять. Надо повторять. Странно. Это же основное, по идее, что мы сюда пришли. Или услуги основные. Но как-то надо выделить. Можно что-нибудь выделить, тоже отделить какой-нибудь линии, сделать акцент на каком-нибудь каталоге чего-то там. Или каталог стран, или каталог услуг, или еще чего-то. Сравнение. Какое-то сравнение странное. Непривычное сравнение. Это больше на карту похоже. Какой-то путь. Иди сюда, как будто мы открываем там маршрут, как проехать. Или там из точки А в точку Б. Или еще... Ну точно не сравнение. Может, это мое точно не стыкуется с сравнением. Потому что два раза поиск, тут поиск, тут поиск. В одном экране два поиска. И в одном ли экране. А в одном ли экране это все? Ну, кстати, не в одном экране. Вот это же оно не будет так. Потому что будет сверху полоска браузера. И в итоге, вот видишь, что случилось? А тут еще будет полоска винды. И вообще вот это все скроется. Будет торчать просто белая плашка. А значит, надо все... Зачем такие отступы огромные? Возьми чуть-чуть под... Вон, Тинькова. Смотри, заходим. Тиньков. Слушайте, а напишите, вот реклама Тинькова за шквар или нет? Давайте проголосуем. Хотя, не знаю, может, никто не влетит за такое голосование. Давайте тогда без голосования просто напишите. Если рекламировать вот эти карты, это норм, плюсик поставьте. Если считаете, что это за шквары и стыдно или вообще что, поставьте минус. Я помню года три назад, потому что Буча была на Тинькова. А что сейчас? Просто кое-кому предложили кое-что прорекламировать, и он как-то пока не понимает, надо такое рекламировать или не надо. Ну-ка, напишите, плюсик, если нормуль, потому что сейчас все рекламируют, и академик, и все-все-все, и вообще как-то не стесняются. Так вот, вот, смотри, видишь, какие отступы? Мы сразу показываем кучу следующего блока. Не надо вот этот первый экран. Так тут контента вон сколько. Да, контента много. Покомпактнее надо. Ты сделал какой-то, знаешь, что-то в Apple стайле. Apple, вот эти вот. Вот, и то у них, смотри, какие отступы стали. Мне казалось, у них большие отступы. А нет, смотри, подсобрали все, чтобы не разваливалось. Отступы, я не знаю, сколько там пикселей. Сколько? Даже 100 пикселей нет. А, Y. Y это вот, 60, где-то 70 пикселей. В 4 раза меньше, чем у тебя. Так что, так что это, где там макет? Я бы подсобрал, слишком, слишком все разлетелось. Такие большие щели, да, все разлетелось. Вот это вот конфликтует с наклоном. Видишь, тут наклон и тут наклон. В итоге либо поставь ровненько, чтобы не конфликтовало, потому что разный наклон. Или просто вообще убери, узнать больше и все. Или там подробнее. У тебя много одинаковых слов. Можно написать просто подробнее, подробнее, подробнее. Узнать больше. Это в 2 раза больше одинаковых слов. А подробнее это в 2 раза меньше. Тут градиент есть. Можно поддержать где-нибудь, добавить в стрелку или там в линию, толщину линию. Видишь, у тебя вот эта линия нигде не поддержана. Потом у тебя вот есть такой градиент какой-то классный, постельный. А тут его нет. И тут его нет. И нигде его нет. Можно было вот круги, например, сделать такого градиента. Давай попробуем скопировать. Надо делать так, чтобы блоки друг с другом дружили А то когда вы делаете в понедельник одно, во вторник, потом дальше, в среду еще что-то А то вы же потом приходите и смотрите, что вы сделали Вон, у тебя же круг уже готов Смотри, берем сюда, вставляем Вот, и теперь мы взяли, хедер подружили Или еще где-то что-то куда-то там впендюрили Посмотрели, надо ли так, нет, не надо Или вот сюда, например, у тебя синяя кнопка Вот, смотри, у тебя сейчас вот спорит это с этим А так, оп, сразу акцент на кнопке Так вопрос, надо так делать или нет? Тут отступы не такие, как на кнопке По-хорошему, чтобы отступы совпадали Значит, кнопку сделать поменьше, а там, наверное, сделать побольше Место же есть, возьми, растяни Я бы вот это все точно подсобирал Можно даже, пусть она вот так сидит, например Вот, и там уже потом, какая польза? Мы сразу открываем и видим там, какая польза, уже все остальное видим Мастер? Фломастер или нет? Нет, не мастер, почему не мастер? А где мастер? Рестор, а его вообще нет Ты его вообще выкинул В общем, подсобрать все и будет хорошо А тут что-то огромное все Тоже длинные тексты такие, очень широкие тексты Какие-то огромные плашки Очень-очень большие плашки Это же новости Ну, это не рубрика сайта, да? Получение или это услуги А если это услуги, то в принципе можно оставлять такими большими Если это прям целое направление сайта, то можно оставлять Если это просто какая-то новость, типа поступление в топ-вузы И там статья какая-то, то, конечно, очень огромная Еще и кривенько стоит Надо прицел настроить Это кривенько И тут кривенько Что с прицелом случилось? Что-то стили разные Тут такой синий Тут поменьше Пожирнее И черным Тут такой черный Тут такой серый Надо же повторять Два блока подряд идут И абсолютно разные Возьми вот этот градиент Куда-нибудь там в кнопку Впендюрь Ладно, в кнопку не впендюрилось Тогда вот там градиентом Значит, можно вообще затемнение сделать таким Где он там? А, исчезла градиент Ой, вот Вот, смотри, взяли, подружили Вот такой градиент сделали И уже оттенок повторяется Уже хорошо становится Плюс не такое грязное Вот это прям грязно А это уже интереснее Поэтому повторяем А тут вообще какой-то оттенок Которого вообще не было Какой-то зеленый Надо повторять И что-то тут не стыкуется По линии контента И потом пошло что-то И книжки огромные Прям какой-то памятник к книжкам Это же мы когда делаем Какой-то памятник Он обычно там громадный Там 10 к 1 в масштабе Вот ощущение, что не книга лежит А прям памятник какой-то И серый на цветном У нас там на курсе Прямо война за это Серый на цветном А нет, смещено Только смещено Не в ту сторону Тебя же там зеленый какой-то Надо вот сюда куда-то выводить Вот, чтобы с фоном дружило Да, так что Надо сделать покомпактнее И повторять Повторять, повторять Тут какой-то синий Тут не синий То есть вот это не Черный И этот черный Должен быть Ну и что, что ссылка Ссылка можно по наведению Перекрашивать в синий Тут же ты не делаешь синими ссылки И вообще тут вот такой стиль Тут вот такой стиль Тут такой стиль Тут такой стиль И все это кликается Это вот 4 блока 4 ссылки И все они разные Надо учиться повторять Учись повторять И все будет хорошо И аккуратно будет И классно будет Так, это глянули Значит вот это Интересное мнение Посмотреть про 111 Сейчас А, вы же там голосовали Кстати Ну-ка пойдем посмотрим Минус Минус Понятно А, подождите Это минус Это про Тинькова Или нет А, вот плюсы А, типа норм Тиньков отличный Норм Да Ну ладно Я так и передам Что норм Да Понятно Если предложили Соглашайся Да У меня же ни карты нет Ничего нет Там просто Ну, короче Я сказал, что Пока не знаю С академиком И был зашквар А мне что-то Кажется не про академика А про этих Которые там сидели Вот где там Эта зимняя вишня горела В этом городе Там два этих Чувака Которых Не знаю Не забыл Как называются Что-то мне казалось Что это про них Так Погнали дальше Погнали дальше 1-1 А что не открылось 1-1 Что случилось Ну-ка Закрывайся 1-1 Так Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Хочу быть лучше Поэтому побежал работать Пока Спасибо, что пришел Посмотрел Работать в такое время Ничего себе А, работать может И дизайн пошел делать А не на работу В смысле А что-то не открывается Ничего не открывается Слушайте Я не виноват Третий раз пробуем Если не откроется Значит не откроется Ладно Давайте вот так сделаем Повезло Какие-то пояснения Крестика Крестика нет Синие Третьего цвета нет Вот сюда Третий цвет Хотя вот третий цвет Пошел Ну нормально Можно было Вот этот горох Наверное сделать зеленым А может и не надо Так Ну тут все классно А тут уже какая-то Вот нормально Но просто тут такого нету Нет вот этих рамок Тут вот какие-то рамки А тут оранжевых рамок Вообще нету В общем оно не дружит Вот это круто Очень круто Вот это Прям вообще офигенно Вот это может быть тоже круто Оно там не знаю Оно просто не дружит с тем Что сверху Не дружит Потом тут нет Вот таких вот этих Полусфер Вот таких А тут видишь Они появляются Как будто вот это Ты сделала завтра И не посмотрела Что делала вчера Или как будто Это два разных дизайнера делали Вот это круто Вот Например мы наводим Тут стоит форма Ровненько Так как везде А когда мы наводим Она например Сдвигается Наклоняется И будет интересно А если она изначально такая Наклоненная То непонятно Почему сверху Всего такого нет Вот таких элементов Полусверх Таких тоже сверху там нет Там есть просто треугольники Надо подружить Вот это я пробно поставил Может вообще убрать Может Вот эти рамки убрать Просто одну рамку поставить Например где-нибудь там Самая популярная Программа Это же программа Которую можно выбрать Типа идем к нам Вот сюда 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 Это же как прайстейбл Прайстейбл делается так Чтобы мы дали что-нибудь Прайстейбл Чтобы мы дали намек на то Что ему выбрать Человеку Вот видите Вот это популярное Вот мы рекомендуем Вот это Какое-то там популярное Рекомендуем Популярное рекомендуем Тут вот это вот Рекомендуем Тут что-то там тоже Какой-то там Тариф С которого можно начать Мы подталкиваем к выбору А тут прям глаза разбегаются И беда с этим Где-то там Фигма Вот поэтому Можно оставить просто одну И круто Если у тебя блок Будет помещаться На один экран Смотри Это очень крупно То есть размер текстов нормальный Ну во-первых А у тебя просто фон короткий Да тут фон надо растягивать Белый Вот Но этот блок не помещается Вернее он вроде как и поместится Без заголовка и всего остального Но кажется что две программы Мы уже чего-то Вот мы до сюда дошли Оба на так Вот остановились Ага программы И так Всего две программы Слайдера никакого нету Ну значит выбираем из этих двух Вот сюда ушли И мы даже не узнаем потом Что есть еще что-то третье Поэтому лучше показывать Например дальше Сверну Скрыть несколько вот этих штук В туда В дальше Сделать покомпактнее Например такие отступы Не нужны наверное здесь И сделать три сразу программы Если их там больше То значит слайдер добавить Во смотри У тебя же можно сделать аккуратно В смысле без Вот это вот Вот это Оно пересекается вот с этим А вот это тут что-то С ума сходит И вот это С ума сходит А вот это опять пересекается В общем все классно Только подружить блоки И будет офигенно Либо сделать везде С каким-то вот таким вот Наклоном Какими-то острыми штуками Но я бы наоборот сделал Я бы вот от такого наклона ушел А это сделал по наведению И будет клево Стрелки Как-то тоже не очень ровно Тут такой Тут такой Тут такой Тут две стрелки рядом Стоят снизу А тут стрелки по бокам Стоят И акцент надо делать На отзыве А не У тебя для отзыва Для текста Вон сколько места А все остальное Оно не используется Потому что этот текст Он не будет вот сюда переноситься Такой эффект сверстают Ну или сверстают там Как-нибудь С какими-нибудь там скотчем Соплями И ужасными костылями И будут тебя проклинать Поэтому лучше сделать поменьше Аватарку Или вот здесь Аватарку поставить Можно же вместо Вот аватарка А тут тогда текстовка Пошла Заголовок обязательно Или тут вот например Стрелки Аватарку ниже куда-то Мало места для текста А так стилистика классная Стилистика офигенская Так Привет Присылая работу Второй раз Это мой второй сайт Что улучшить работу Главное Чтобы вы когда присылаете Первый или второй раз Чтобы вы не Не это Не воровали Чужой дизайн Не выдавали за свой Круто ж ваш дизайн Обсуждать А не чей-то А что у меня случилось с этим Я понял Это у меня наверное Что-то перегрелось Да Что-то не работает Система сломалась Сломалась система Что-то грустно А тут ссылка не до конца А может потому что У тебя ссылка не до конца Или это вся ссылка Не ну работа подгрузилась Значит должна быть Вся ссылка Правильно Ну вот Открылась Класс Привет Привет С Бали Ничего себе Классно А сколько у вас человека Кстати Интересно же Больше ста Класс Спасибо что Не забываете Это клево Кого пропустили Я же иду по списку Никого не пропускаю Ребята Я никого не пропустил Один-один посмотрели Это вот длинное Вот это разлетевшееся Посмотрели Это тоже посмотрели И это посмотрели Главное посмотрели Но никого не пропустил Не выдумывайте Может у вас отображается По-другому Но я то Я же не знаю Как у вас отображается Я иду по тому Как у меня отображается Я же не могу Поменять отображение У себя Вот на разбор Класс Восхождение Эльбрус Воу Смотрите Вот офигенно У кого-то там полет был Воу Как надо делать Не то что у тебя там в окошке Летит какой-то чувак И даже половину парашюта Уже не видно Воу Офигенная панорамная штуковина Круто Да Это клево Восхождение Эльбрус Эльбрус Это высоко Это долго Это сложно Поэтому То что оно такое Огромное Ну хорошо Вот то что оно на весь экран Я не знаю Может это уже и не очень Я бы тексты подсобрал Фотографии оставил бы Вот такие широченные Но Короткие слова Короткие В смысле большие Вот эта строка она большая Но она короткая А когда текста много Мелкий Он становится длинный Но Читать это хорошо Но когда вот здесь Одно второе Третье Когда вот так вот головы крутить Это конечно не очень удобно А учитывая что у тебя От края до края То с большой вероятностью Верстальчик может сверстать Прям вообще всю резину И в итоге Если открыть Например Как вот у меня Широченный монитор И 3200 У тебя потом вообще Разлетится все на 3200 Лучше сразу дать понять Ширина 1600 Например Да То что большое Нормально Тут надо какие-то разделители Тут вообще не пойми Что куда относится Непонятно Вот тут Видишь разделители были И понятно Это сюда Это сюда А тут все Но если мы сюда разделители Добавляем То получается Что-то прям дублируется Как здесь Может и фикс Не может какие-то там Плашки сделать Например Вот это на каком-то там Черном фоне Вот это Еще на каком-то Вот этого не хватает Или поставить Вот эти заголовки Вот сюда Этот заголовок Ставим сюда Потом контент Этот заголовок Ну что что тут будет Дырка Можно сделать Что-нибудь Какой-то заголовок Липкий Как знаете где Ближайшее Что я помню Это вот здесь Вот Видишь дырка Она в дизайне дырка Но на макете А в реальном Сайте ее же нету Вот сделать что-нибудь Такое Как вариант Но при этом При этом У нас контент вот Удобный контент Который взяли И прочитали И есть вот Направление взгляда Широченных Широченные Когда вы делаете От края до края Это конечно Неудобно будет Да Тут вы прямо Тут хорошо Ну в смысле Плохо Потому что Очень широко Но хотя бы понятно Что к чему относится А вот тут вообще Как-то разлетелось Да Разлетелось Вот Дивайдеры появились Уже хотя бы понятно Что к чему И куда А там сайт Такой длинный Да Понятно Много всякого разного Сидеть и скроллить Но то что это же Длинный путь Это же целое приключение В общем я бы подсобрал И будет мне кажется Сильно лучше То что оно такое крупное Вот это прям Идиадизм Видишь ты не разобрался Как эта штуковина работает И грустно Когда Делают просто потому Что где-то видел Надо же понять Как это устроено А ты не разобрался Вот смотри Например у нас есть Три какие-нибудь колонки Вот у тебя Три ярко выраженные колонки Да Значит вот этот контент Например Вот идет у тебя Три колонки Одна колонка Вторая колонка И скажем Вот Даже попал Так вот Вот этот вот Сдвиг Надо делать так Чтобы у тебя попадало Вот в эту колонку Не просто Потому что я где-то видел Вот такое Вот Какой-то там шрифт есть Надо делать так Чтобы вот этот сдвиг Попадал вот в эту линию И тогда Тогда понятно Почему этот сдвиг Или вот например Видишь ты тут Перенасыпал Пробелов Вот Если мы делаем вот так Чтобы вот этот вот Отступ попадал Вот в эту линию И у тебя везде Так оно будет попадать То это хорошо А когда у тебя здесь Столько пробелов Там столько пробелов Оно не стыкуется Вот смотри Тут такая длина Я видел так делают И взял тоже так сделал Так делают Потому что я линия И тогда это смотрится хорошо Вот видишь Тут не стыкуется Возьми сделай так Чтобы у тебя в линию Было Где у тебя вторая колонка Начинается Чтобы вот эта линия Была по этой колонке И тогда это понятно Почему так делают А когда у тебя здесь так Здесь так Здесь Ну просто неряшливо Неаккуратно Не пойми какое выравнивание У логики нету никого Идут вот с такой Вот почему такое Чтобы возьми А потому что будет одна строка Ну и фиг с ним Сделай в одну строку тогда Или просто поставь Вот так например И чтобы была Когда есть какая-то линия Нам намного лучше Все это дело Воспринимается Вот видишь Какая беда Уже все Там бабуля сидит Возле Жданович Продает твою строку Стрелки Там где-то были стрелки А это стрелки Были в другом работе Да Это же мы уже Новую работу смотрим Понятно Вот же есть стрелка Берем ее Поворачиваем Почему она другая стала Как ты так Взял вот стрелку Скопировал А она стала другой Возьми Вот эту просто И может не надо Даже перекрашивать Ромбик оставить Это тоже где-то было такое И что-то оно совершенно Наверное устало просто делать Я вот такие длинные работы Не беру Потому что мне в середине Блоку к восьмому Уже надоест И в конце будет Просто уже на отвали Вот смотри Толщина линии другой Размер другой Все другое Цифра та же Да Цифра та же 60-60 А так-то другое Все И тут что-то неровное Как-то так неровно Да Неровно В общем Задумка Неплохая Так многие Вот это клево Слушай Вот у тебя есть Одна фотография А где потом фотографии-то Но это не фотография Это так Это превьюшка новости Таких фотографий Побольше бы Накинуть какую-нибудь Галерею Посмотреть Как люди ходят Ставить где-нибудь Какую-нибудь Такую Например фотографию Большую Вот так Например Или там текст Вот сбоку Добавить больших фотографий Это же такое событие Ну или брус пойти Больших фоток надо У тебя такая пустота А гора такая Гора Она огромная Возьми Ну и что Что у тебя там фотографии Тут Две большие горы Пусть будут Две разные большие горы А вот это делайте Ребята в линию Потому что Когда вы делаете Не в линию Оно смотрится Ужасненько Надо чтобы совпадало Так Погнали дальше Погнали дальше Это посмотрели Привет Благодарю Пожалуйста Обратную связь Сейчас посмотрим Откроется Да Откроется Класс Что у нас там По времени Еще минут сорок Посмотрим Скилл в иллюстраторе В фотошопе Когда Когда-то Я в иллюстраторе Много чего делал И у меня там даже был Огромный-огромный Такой пак всяких Иконок Которые я когда-то Отрисовал И я думал Что они мне пригодятся Вот А потом появилась фигма И иллюстратор Уже все Я практически не открываю Если у меня есть Какой-то apps То есть я скачал Логотип в вебсе Или какую-нибудь Там иллюстратор в вебсе То я открываю иллюстратор Чтобы сохранить в svg И перетянуть фигму А так вообще не открывая Вот Так Чем отличается я UX от продуктового Продуктовый Это Конкретный какой-то продукт Нужно сделать Есть продуктовый дизайн А Например Вот эти ленды Продуктовые Когда Не знаю Ленд Который нужно что-нибудь впарить То есть продукт Который надо продать Это вот продуктовые Виндосы А есть продуктовые Дизайнеры Дизайнеры Это которые сидят На Стартап какой-нибудь И они там придумали Что мы хотим Вот это вот продавать И нужно Сделать лендинг Нужно сделать сайт То есть есть какой-то продукт Который развивает Вот это вот Продуктовый Дизайн Дизайнер Можно сказать Что это Долгоиграющий проект Вот Так-так-так-так-так Вот Классная Классная Большая фотка Но она какая-то пустая Можно было Тогда Я бы наверное Вот сюда поставил Да Она будет не по центру Но А может и так Нормально Может Текстовки здесь написать Ну прям дырка какая-то Жалко место Во Несимметричное что-то пошло Это клево Когда есть несимметричное что-то Это клево Несимметричное А тут вот пошло Симметричное 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 Вот это несимметричное Вот это тоже несимметричное А это вот симметричное Симметричные блоки Смотрятся супер шаблонно Ну прям вообще Очень-очень-очень шаблонно Нет Непонятная анимация То есть мы наводим на карточку И у нас просто добавляется повозка лучше уже или фотографию зумить то есть нет никакой анимации в этом в повозке нет ничего клёвого в анимации повозки где там фотографии вот вот навели что-то там позумилась она уже как-то живее смотрится а если мы наводим на фотографию у нас где-то снизу появляется повозка но во первых клёво когда анимация реагирует на курсор там где курсор мы где на где наводим там и происходит то уж мы туда смотрим и туда навели мы хотели там взаимодействовать а так мы наводим сюда у нас где-то в другом месте что-то там выезжает поэтому я бы сделал с какой-нибудь фотографии или например мы наводим на карточку и у нас одна фотография меняется на другую фотографию или там рандомно как-то они проигрывать ну просто анимация ради анимация лучше уже подчеркнуть что-нибудь что мы предлагаем и то и то и то и то я буду или как знаете где у лебедева по-моему такое да наводим на логотип и он меняется рандомно прекрасно а они убрали это а может это не у лебедева была не помню наводим а он что-то появлял а у них что в общем где-то я видел такую анимацию что мы наводим и меняется цвет наводим еще раз меняется другой цвет наводим еще раз меняется еще раз и цвет можно было бы тут такой например провернуть. Было бы хотя бы интереснее посмотреть на фотографии, повзаимодействовать с карточкой. А это просто анимация, ну, бестолковая, как мне кажется. Вот эти иконки конфликтуют, наверное, добавляют какую-то тут не пойми что. Иконки мелкие, очень похожи друг на друга, надо всматриваться, чем они отличаются. Смысла в них большого нет, лучше просто поставить фотографии рядом, вот просто столбиком текстовки. Я бы вот эти иконки убрал и немного сдвинул. Не вплотную, а вот на ширину иконки, например. Да, сюда бы сдвинул. Видишь, тут же у тебя нет никаких иконок. Нету. Иконки портят все. Вот эти иконки, смотри, у тебя вообще иконок больше нет. У тебя вот просто 4 иконки, и все, иконок больше нет. Так зачем тебе там иконки? Спрашивается. Нафига они тебя там? Что-то не по центру возьми уже, поставь, чтобы вот в середину, а наш вот где. По центру поставь. Видно, что криво куда-то улетело. Так, 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 так. Заголовки в разном стиле. Что-то тут такое, тут такое. Можно написать наш инстаграм, присоединяйтесь к инстаграму. Еще больше, много проектов в инстаграме и названия в инстаграме. Разные стили. Странно выглядят разные стили. Как будто бы вот это продолжение вот этого блока. Вот это вот главный заголовок, а это под заголовок. Но тут такой вот стоп, как и тут. И кажется, что это самостоятельный блок. Тем более тема совершенно другая. Вот тут какая-то пустота. Иконки пиа убрал, анимацию придумал другую. И, наверное, вот этот блок, он слишком шаблонный. Ну, прям, ну, просто один-один-один-один. Или там два-два. Вот тут что-то не симметрично и смотрится сразу как-то интересней. А кнопка твоя потерялась на фоне вот этой штуки. Это на... Я не знаю, это кнопка или не кнопка. Непонятно. Может, это ссылки или не ссылки. Или вот что такое идея. Это ссылка или нет. Но вот эта штука, она смотрится массивнее и хочется в первую очередь ее нажать. Вот эти... Навигация даже меньше, чем вот какие-то штуковины. Непонятно, что это такое, но кнопка на фоне вот этого потерялась. Было бы хорошо, чтобы кнопка не терялась. Можно наоборот сделать. Смотри, если мы сделаем наоборот, акценты сразу поменяются. Кнопка будет зеленая, большая, заметная? Наверное. Сейчас попробуем. Может, я тут вообще увешаю. Вот это сюда. Это мы, значит, забираем, вставляем сюда, а здесь... А, не успел. А, у тебя стили есть. Класс. Это классно. Значит, желтые, а это синим, зеленым. Вот, смотри, теперь у нас акцент на кнопки. А это просто какие-то там, не пойми, что это преимущество, что это такое. Оно вроде меньше, но выглядит массивнее. А вот это теперь стало каким-то таким, не пойми каким. Вот непонятно, что это такое. А если белым сделать, тогда никакой вообще проблемы нет. Хоть с таким, хоть с таким. У нас кнопка в первую очередь считывается кнопка. А так перетянуло одеяло на себя. И последующая кнопка очень-очень далеко. До следующей кнопки 5170 пикселей. Это очень далеко до следующей кнопки. И кнопка там... А, ну хорошая кнопка. Призыв к действию. Да, мало кнопок. Надо еще насыпать где-нибудь. Например, вот здесь добавить кнопку. И где-нибудь... Вот мы предлагаем услуги. Во, кстати, мы предлагаем... Мы наводим вместо бестолковой линии лучше выводить кнопку «Заказать услугу». Мы надо там... Авторский надзор наводим и сразу «Заказать авторский надзор». Вот это бестолковая штуковина. Лучше выводить кнопку. И тогда и кнопки будут поближе. И будет хорошо. А иконки я бы убрал. Не знаю, надо или нет, но я бы убрал. Не люблю иконки. У меня вообще вот иконок нет. Уже какой там проект по счету... И он без иконок. Вообще нет иконок. Без иконок сразу круто смотрится. Стильно и современно. И нет никаких иконок. А вот до меня... Это вот проект, который... До меня делало несколько дизайнеров других. Я не люблю такие проекты брать, когда тебе присылают. И ты понимаешь, что... Если этот проект делало там семь других дизайнеров, или там вот, например, это один дизайнер, тут вот какой-то там другой дизайнер делал. Ну, видно, что вот... Что это один и тот же дизайн. Или что вот это вот, например, один дизайнер, вот это второй. Ну, тут много дизайнеров делало этот макет. То появляются вопросы. А надо ли вообще связываться с заказчиком? Потому что, возможно, проблема-то не в дизайнерах. Ну, вот видите, иконки, 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 какие-то там... А тут, кстати, вот иконки. Мне кажется, вот иконки, они прямо настолько все состаривают, тут еще криво как-то все стоит, что я вообще не в последнее время стал вообще без иконок делать. Какие-то вот щели непонятные. А, кстати, тут иконок тоже нет. Ну, тут вот декоративная штуковина, она, конечно, тоже под вопросом. На этом в ТЗ так и написали. Вот этого не надо. Наверное, не понравилась такая геометрия. В общем, иконки... Ну-ка, давайте, опрос. Иконки надо или не надо? Вам больше нравится без... Вам больше нравится дизайн с иконками? Иконками. Без иконок. Может, кому-то нравится, когда преимущество с иконками. Ну, типа взгляд зацепился за иконку. То есть для чего мы добавляем иконку? Чтобы взгляд зацепился. Кто-то... То есть я, например, не добавляю иконки, потому что мне кажется, что с ними не так современно, не так клево. Вот. Но у них-то цель какая? Не в том, что это клево или не клево, а в том, чтобы взгляд цеплялся. Вот взгляд что-то там зацепился и уже как-то... Как-то уже есть... Вот тут, например, видишь, выделили цветом и уже взгляд цепляется. Мы смотрим. А, тут вон, кстати, иконки есть. Вот они вообще потерялись. Такие бледные иконки вообще под вопросом, надо они или нет. Вот это вот, это уже график. Ради графики. Просто напихали, и в итоге все внимание теперь перетягивают вот эти круги ромба. Да, все внимание перетянут. Это графика ради графики. Вот надо такое. Просто ровную линию сделать, и будет понятно, это футер, это там что-то еще. Зачем вот это? Текстура вот эта. Текстура, мне кажется, уже... Зачем? Если там, не знаю, какой-нибудь блочок просто, например, акция или что, можно, в принципе, текстуру бахнуть, но если это вот в одном месте, просто, чтобы акцентировать внимание. А если это фон ради фона, потому что у нас продается плитка, поэтому мы поставили на заднем фоне плитку. Мне кажется, такое уже не надо делать. Вот, собственно, я и не делал. Так, что в этом? Голосуете? Голосуете. Без иконок. А, кстати, мнения разошлись. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне, например, в последнее время не нравится. У меня даже вот тут иконок нет. Видите? А, у меня иконки появляются по ховеру. Понятно. А Инстаграм я потом вручную сам добавлял. Видите, иконки нет. Пробовал по образцу делать. Добавил иконку Инстаграма, а она не добавилась. Такой вот я верстальчик. Так, что там? Что дальше? Дальше что? Вот это, да? Слушайте, у кого там пропустили, вы же простите. Я вот иду тут так, как оно у меня отображается. Поэтому извиняйте. А почему плютик стоит? Мы же еще не посмотрели. Ой. Куда исчезла? Критика работ. Куда исчезла? Вон, нашел. Так, погодите. Вот. Да? Да. Погнали. Посмотрим. И вопросы. Ну, кстати, видите, один к одному почти. Так, как свернуть-то как? Вот. Ой. Вот. Так, вопросы. Пользуясь картой Тинькова, песня мне нравится банк. Понятно. Видите, время идет. Когда-то там разборки какие-то были, а вот прошло несколько лет, и видите, мнение поменялось. А я как вообще не в теме, поэтому что-то я засомневался сначала. Как показать программисту макете, что заголовок липкий, а не белая дырка будет. Напиши текстом. Напиши, как вот кто-то там пишет мне комментарии. Тут ставят, например, какую-то текстовку, и стрелкой. Липкий заголовок. Вот. Представим, что у тебя там кнопка липкая. Тут пишем, пишем липкая кнопка, и ставим стрелку просто вот так к макету. Оба-на. Сюда проваливаемся, выбираем. Ну, я не знаю, это б я так делал. Наверное, кто-то скажет, что надо зайти, где там линия, как линию поставить? Вот. Надо свой же, пересмотреть свой же ролик, а то все забыл. Вот. Наверное, кто-то скажет, надо зайти и оставить комментарий. Но я, например, так бешусь, когда мне оставляют комментарии, мне прям так раздражает, и я вообще комментариями не пользуюсь. Вроде бы это так удобно, и вроде, ну, придумали для того, чтобы было удобно, но я так бешусь. Вы не представляете, когда комментарии оставляют. Так бесит вообще. Потом один комментарий на комментарий, и там резовить их ужасно. Я вообще терпеть не могу комментарии, поэтому я бы вот так сделал. Не знаю, может верстальщик даже не поймет, что там какие-то комментарии. Загорится красный кружок, что появился новый комментарий, он может даже не поймет, что там комментарий какой-то есть. поэтому лучше чтоб уже наверняка так чего-то у нас тут что-то совсем впритык воздуха нету очень большая плаха вот это очень большая плаха если ты так хочешь сделать такой отступ то можно было бы значит сделать взять вот это сделать от края до края что там раздраконили мы картинку вот а вот эту штуковину быстрее так будет пока я отменю сделал снизу вместо вот этого как она выбрать вообще почему все заблокировано в нашел меню класс я бы меню сделал вот так вот например вот это тогда бахаем туда здесь мы тогда ставим переход конечно лучше уже или просто ровно или слишком слишком плавнее сделать и вообще по большому счету на дом тут у тебя сапоги до конца не сапоги она вы сами поняли в общем я сделал наверно так вот контакты сверху расположил а меню сделал бы снизу и потом бы когда мы вот так вот скролим туда меню бы просто сверху оставалось липким и просто поехал а там уже с нами потом дальше вот и тогда не надо вот это вот разрыв это делать только тут конечно все это дело надо пересобрать может это вот сюда например поставить тут видишь у тебя две строки одна строка три строки надо это все пересобирать в две строки например вот это сюда ну вот и все починили теперь стало вообще хорошо аккуратно это как-то там выровнять тоже в линию чтобы вот контакты были одинаковые здесь тогда ставим вот это например вот так это это сюда кнопка тут слишком много белого сюда надо чего-нибудь что-нибудь у тебя вообще цвета нет второго тебя белый и коричневый третий цвет нужен по-любому конечно вот такой напрашивается но вдруг они фотографию поменяют поэтому когда я не знаю какой цвет сюда подойдет и открываю color компас и вообще не стесняюсь и смотрю что мне там предлагают вот фиолетовый кстати на фиолетовый на какаха апдейт полет давайте посмотрим зеленая классная кнопка будет хороший типа экологище экологично там кожа и все дела классный зеленый ну чего там иди сюда или кстати вот такой вот и вот эти три цвета будут хорошо сочетается и кнопку я наверное сделал или вот такой или экологичный наверное все-таки 1 и наверное тогда белым до 2 цвета это мало вот у тебя появляется какой-то контраст и уже можешь с трех цветов что-то там составлять а когда всего два цвета то конечно кажется вот как дырка кажется что у тебя вот какая-то плашка и прям насквозь у тебя там вот круг такой он насквозь и вот вот смотри уже не кажется дыркой да тем более кожи в такой цвет ввел и будет хороша примеры заказать звонок примеры заказать звонок заказать звонок заказать звонок заказать звонок заказать звонок заказать звонок что там на кнопках смотря скачать про заказать звонок значит ребята вы когда кнопки ставьте на ставите вы пишите разные призывы есть у вас одна и та же кнопка по-разному написанная конечно с большой вероятности будет вызывать одну и ту же форму но нужен разный призыв например тут заказать ладно пусть Заказать звонок, потом где-то там оставить заявку, потом где-то там завершить заказать звонок. Как мы работаем? Вызвать специалиста, если он приезжает. Он приезжает, выставляете, встречаетесь с партнером. Вот непонятно, кстати, видишь, вот как мы работаем? Встречайтесь с партнером. И что это значит? Он приезжает или нет? А вот потом при необходимости приезжаем дети, например. мерку вот непонятно до вот этого момента кто-нибудь ко мне приедет или нет тут прям беда какая-то вот вызвать специалисты когда кнопки везде будут разные и вот такие классные потрясные кнопки будут то это будет совершенно по-другому восприниматься разные кнопки кажется что нет такого что прям тебе настаивают звони давай скорее а может я не хочу звонить может я хочу вызвать специалиста и там и там выскочит одна и та же форма но воспринимается это совершенно поставить заявку вызвать специалиста заказать звонок тут тоже что-то либо можно по тексту выравниваем либо а кстати и было по тексту да да вроде было по тексту адрес вообще какой-то да я знаю что я вышел из аккаунта яндекс так как тебе выключить вот все алиса умерла в общем третий цвет заводи и и и и кнопки по-разному обзывай наш инстаграм смотрите больше работают название пиши мы в инстаграм какое название может у человека сейчас нет возможности может он потом заметит может еще что-то тут как авиа селоса никто же не оставляет ссылку например сейчас вот в этих роликах везде там авиа селоса просто авиа селос и уже у всего всех уже на слуху если надо что-то там ведь сказать то иди авиа селос и то же самое чем больше ты о себе пишешь название свое тем больше она мелькается напиши там вот ними 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 еще что-то ними еще куда-то ними а если просто инстаграм ну инстаграм то иди качай и устанавливай никто этим сейчас заниматься не хочет поэтому пишите ребята название то как называется аккаунт так это мы посмотрели пойдем дальше это мы еще не смотрели кстати если у кого-то там был инстаграм а я случайно не заметил простите я не специально не замечаю ваш инстаграм понятно по иконкам 50 на 50 понятно так чутка лайков до 100 классный призыв к действию классно стой человек сидит на стриме клёво на сервер в критика работ подскажите как создавать дизайн-систему до создания макета или после если ты готовишь к верстке всякие кнопочки показываешь выпадашки это я обычно это показываю уже потом когда сделал главное или еще что-нибудь я уже показывал как выпадающий список как раскрывается меню как еще что-то а если ты делаешь дизайн-систему для того чтобы вот из этих элементов потом форму собирать если у тебя например не лендинг а какой-нибудь интернет-магазин с личным кабинетом где куча всяких форм где там заказать это все сложно или калькулятор или еще чего-нибудь и ты вот из этих чекбоксов и всего остального будешь собирать форму то круче сначала это все завести а потом составлять компоненте или например ты делаешь и просто параллельно у тебя вот появился необходимость сделать чекбокс ты его просто компоненте куда-нибудь там складываешь и делаешь чекбокс появилась необходимости необходимостью радио кнопки то же самое можно делать сначала можно делать в конце если готовишь просто показываешь а можно делать параллельно но в конце если ты делаешь то это значит уже не компоненты делаешь а просто показываешь внешний вид а если ты делаешь в начале или параллельно то конечно это уже компоненты. Как показать в макете? Это показал. Чем отличается? Вроде ответил. Нужен хороший скилл? Да не нужен. Можно и без него жить. Пользуюсь Тиньковым. Понятно. Тиньков, значит ок. Где брать фотографии в хорошем качестве для коммерческого использования? На стоках, которые и есть для коммерческого использования. У меня, по-моему, в инстаграме есть подборка стоков с коммерческим использованием. По-моему, было. У меня там лупа с изображениями, кажется. Есть такое? Лупа с изображениями. Лучшие бесплатные стоки. У меня там вот для коммерческих целей Пекселс. Для коммерческих целей. В общем, вот есть классный пост. Так что смотрите, подписывайтесь, кто там не подписан. Мало ли было такое недоразумение. Там, кстати, юбилей, не за горами. 25 тысяч человек. Это будет клево. Так, в йога-сайте прототип есть. В йога-сайте. Ну ладно, уже уехал этот йога-сайт куда-то. Посмотрели уже и забыли, что там за йога-сайт. Надо было раньше заметить. Коммент сайта какой тематики лучше делать? Это мы ответили. Как поставил? Как ты поставил? Да как? Скачал пиратку. Понятно же, что у меня десятка лицензионная была, но ждать... Мне одиннадцатая так визуально понравилась, что я решил не ждать. Вот когда она выйдет официально, я куплю код новый и введу. А так... А так у меня, конечно, лицензия. И на этот... На как его? На Excel Word. На все, в общем, лицензия. И Figma платный тариф. Фотошопом я практически не пользуюсь, поэтому я не покупал лицензию. Там раз в году его запускаю. Поэтому лицензия мне не нужна. А так, в принципе, все, чем я пользуюсь, у меня везде лицензия. И винда, и все остальное. Ну, сейчас вот на данный момент я на пиратке сижу, потому что просто нет возможности ввести код, потому что кода нет. А когда появится, конечно, введу. А так, честно говорю, взял пиратку, скачал и установил. Я несколько пираток скачал. Я только семь, наверное, их скачал и прям одну за одной ставил, ставил, ставил. Где-то там меню дергается, где-то там, например, есть какая-нибудь всплывашка. Вот вам видно. А там задержка у вас 15 секунд. Ну да, вот вам видно. И тут, например, вот эта штука, она идет не до конца, а она идет вот и обрезается вот так вот. То есть конца нету. Где-то там еще какие-то баги. А потом вот нашел какую-то сборку, где вообще все установилось. И на блоговая программа, и все-все-все, и драйвера, и все на свете. Поэтому я пока доволен. А, глюки были только, знаете, чем? Вот с этим слайдшотом. Да, слайдшотом. И теперь мне приходится сидеть в Яндекс скриншотах и нажимать вот сюда. И вот и до того, как я нажал копировать, видите, сколько вот, вот я бы уже забрал скриншот. А так мне приходится нажимать еще вот сюда. Блин, так неудобно и ждать целую секунду. А что-то еще и фигма сломалась. Почему фигма сломалась? Где-то там. Это что мы сейчас смотрим? Вот это посмотрели. Иди сюда. Так, что вы там пишите? Уже 25? Да? Классно. 25 что ли? Не, еще 24 900. Что это ты меня обманываешь? Может, там пинг какой-то? Не дотянулось еще, может? Очень большой хедер. Очень-очень большой хедер. Хедер огромный просто. Не надо такие отступы. Отступы огромные. Можно делать хедер в три этажа запросто. Но нет, вот смотри, какой трехэтажный, но компактный. А, если мы закрываем, у нас два этажа. Где какой-нибудь хороший пример в трех этажа? Вот, смотри, хороший пример. Хедер. Кажется, хороший. Очень большой все. Зажатый. Тут как в танке сидишь просто. Из танка смотришь. Как там называется? Дупло в танке. Вон, смотри, в два раза меньше хедер. Ну не в два, в полтора. Ну да, компактнее. Да. Вид из танка. Вот что у тебя. Как эта штука называется? Люк. Иллюминатор. В общем, вот такая. А, это надпись, табличка. Короче, прорезь для глаз у тебя получилась вместо поиска. Огромно. Я бы подсобрался. Лучше дать больше места для карт... Вот досюда можно картинку запросто сделать и сделать побольше. Видишь, у тебя даже не влезла целиком вся конструкция. Да, надо подсобрать. Риф. Слушай, риф это же такая штука. Можно... Вот это я бы сделал не так, а я бы сделал, знаешь, как... Как там? Виннеде. Ветер, как он пишется? Виннеде. Виннеде. Или Вайлда. Вот. Вот. Такую штуку я бы сделал. Хотите, я вас научу, как быстренько это сделать? Берем, выбираем SVG. Где там написано? А, это PNG. А, надо вот сюда нажать. А, нет, придется качать. Не получилось скачать. Ну ладно, значит, просто скриншотом... А, это же вообще можно правой кнопкой копировать. Вот когда тут написано SVG, просто выбираем Ctrl-C, Ctrl-V, и в итоге у нас будет прямо фига. Фигме сразу вставлено в... В общем, вот эту штуковину я бы сделал вот такую, потому что риф, море, вода и вот этот гамбургер сюда бы прикольно, вот именно в виде волны. Ой, не то. Где там? Да, было бы классно. Видите, целую секунду ждать, чтобы потом скопировать. Зато дискорд работает. Вот, только поменьше. Так, карточки, карточки, добавить в корзину, добавить, 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 добавить. Очень много одинаковых слов, очень много одинаковых слов. Просто в корзину или иконка корзины. Что это такое? Рыба какая-то. Это типа рыба, а это не рыба, и это не рыба. Вот что-то значок какой-то, и по нему непонятно, что он значит. Вот тут понятно, минус 15 к стоимости. Тут все понятно. А по значку непонятно. И я бы, наверное, вот это... У нас же тут практически формула. Мы 12 чего-то, а вот есть цена, а потом вот этого вот 12 мы закидываем в корзину. И вот это, оно стоит вообще не там. Не в той очереди оно стоит. Вот это классно, когда мастер там, где мастер. Видите, ребята, как круто, когда мастер. Можно сразу в одном месте и посмотреть, как соседи реагируют. Вот. А здесь бы я иконку добавил сюда в корзину. И вот получается 8 рублей, 12 штук сразу в корзину. И не будет вот этого дурацкого повтора. И будет все компактней. И формула работает так, как надо. И вот эта штуковина нам не мешает. А то мы нажимаем плюс, потом идем куда-то там в сердечко или еще куда-то. Вот, и все. И все хорошо. То, что сердечко, конечно, можно ставить где-нибудь снизу, но чтобы оно в формула не вылазило. Тут суперсимметрично. Да, смотри, выдержите, а 4 колонки. 4 колонки. Там вот 6 колонок. 2, то есть 2, 6, 4. Это вот все симметрично, симметрично. Ну вот это вот уже более-менее не симметрично. Но шахматный порядок, он тоже симметричный. Потому что ты сделал то же самое, только отзеркалило. А клево, когда получается делать не симметрично. Как только есть что-нибудь не симметричное, оно же вообще по-другому смотрится. Или вот карточки. Вот, смотри, сделай одну карточку побольше, одну поменьше. Будет вообще круто. Симметричность, она делает дизайн шаблонным. Может она не везде нужна. Например, в каталоге, возможно, не нужна симметричность. Не симметричность. Возможно, не нужна. Оставить заявку, это по наведению было? Или что? Как это оставить заявку под карточкой? Непонятно, наверное, я что-то наломал. Добавить кардину. Ну да, надо просто делать дальше и делать дальше. И попробуй использовать вот такие штуковины в оформлении. Будет хорошо. Оформить заказ. Оформить. 404 нету. Нету. Так, просто делай дальше, и каждая следующая работа будет лучше и лучше. Лучше. А, и хедер, да. Хедер у тебя вот из-за шапка просто как прям чердак. Так, в Самаре кто-то там настроил, там на 5 этажей. Огромный чердак получился. Огромный. Первый раз интернет-магазин. Кажется, первый выглядит не очень уже. Просто каждая следующая будет лучше, чем предыдущая, и все. Акцент с кнопки убрать. Сделать менее симметричным. Но при этом, если мы зайдем на какой-нибудь Wildberries, он же тоже симметричный. Там вообще симметрия в симметрии. Симметрия в симметрии. Да, Wildberries прям вообще симметричный. Ну, мне просто нравится. Несимметричный дизайн. Давайте вот проголосуем. Вам нравятся несимметричные дизайны или нет? Может кто-то считает, что наоборот симметричный дизайн. Он такой спокойный. Несимметричный дизайн. Нравится? Да, нет. Так, что вы тут? Спасибо за ответ. Слышал, в Беларуси хотят запрятать. А кто-то сегодня у нас там верстальчик что-то написал такое. Я прям вообще первый раз слышу. Ну, будем через VPN заходить. А что делать? Ну, они же не могут про... Ну, представьте, сколько сразу недовольных появится. Там и так как бы уже куда больше недовольства. А то еще вообще все запрет. Там же многих бизнес на этом завязан. Кто-то монетизацию может не сможет получать. Или еще что-нибудь с YouTube. Так там не только YouTube. Там ВКонтакте. Ладно, YouTube. YouTube это ролики. По большому счету это у распиаренных... Не распиаренных, а у крупных каналов. У них там всякая реклама и все остальное. Но это только у крупных каналов. Потому что монетизация, она, конечно, там копейки. А вот если запретить какой-нибудь ВКонтакте, которых там всякие группы... Там же у многих просто бизнес в ВКонтакте построен. Они же там продают какой-нибудь ИПшник, там группу развил. И теперь все, только через VPN. А через VPN это уже сложно. И не каждый пойдет. Короче, не знаю, чем это закончится. Понятное дело, что ничем хорошим. Ну да, сегодня в первый раз услышал. Вот, хедер несимметричный. Несимметричный, а потом что-то опять... Симметрия, 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 симметрия. Что у нас там по времени? Еще пару работ посмотрим. Зависит от дизайна. Но это, в принципе, правильно. То, что от дизайна зависит. Как создавать дизайн системы? Ответил. Все, вопросы закончились. Класс. Тогда смотрим дальше. Сайт-визитку фотографов в свое портфолио. Оценить на ошибки. Спасибо. Спасибо. Тут где-нибудь я бы вставил Shift-X нажал. Что нам важнее? Как его зовут или то, что он фотограф? ВК вообще не пользуется. Ну, многие не пользуются. Украинцы-то вообще не пользуются. Вот, я бы сделал вот так. Или тут сделал бы Shift-X, или вот тут. Смотря что оно... Не, это прям как призрак какой-то. Вот это, наверное. Тут какой-то цвет такой мутный. Вон, смотри, какое золото есть. Яркий. А это, конечно, какая-то муть уже такая. Вот. Только надо понять, что важнее. Ну, тут видишь, два раза одно и то же написано. Значит, может, нам и не надо так делать. Может, фотографер просто... Ну, так как как-то пустовато, да. Пустовато. А вот это надо уже выровнять как-нибудь по линии хотя бы поставить. Найти одинаковые. Вот видишь, у тебя тут контур, значит, тут контур. И вот эти две надо уже тогда делать контурными какими-то. Контакт-Ми, портфолио. Что вот это такое? Это идти посмотреть фотографию крупнее или из этой серии посмотреть... Может, это фотоальбом какой-то? Что вот это значит? Непонятно. Что вот это? Тоже непонятно. Или это мосты. И фотография мостов. Я фотографирую мосты. Или я фотографирую цветочки. Вообще непонятно, что делает кнопка и куда нас видят. Надо делать дизайн, чтобы было понятно. Ах, хотел сказать, что отступа нет. А это одна фотография длинная. Понятно. Вот, вот этот вот эффект пьяных. Мы где-то там голосовали? Сейчас я вам покажу, голосовали мы или нет. Четвертая группа. Опросы. Опросы. Эффект пьяных. А, это мы не тут голосовали. Не тут. Ладно, не тут. Понятно. Где-то мы голосовали. Я спрашивал, нравится вам вот этот эффект пьяных? И там многие сказали, что не нравится. Ну, нет ничего прикольного в этом эффекте пьяных. Можно написать как заголовок просто вот это вот. А это тогда убрать. И это куда-то там сместить. Типа фидбэк или там, как там пишутся, get in touch. Оставляйте заявку. Это вообще может... Вот это у тебя слайдер. А вот это у тебя то же самое, что стрелка такая же. Либо мы тогда удаляем, чтобы дать понять, что кусочек стрелки будет повторяться. Но дать понять, что это мы уводим куда-то. Вообще, зачем мы уводить? Это просто фотография. Тут кнопку на больше работ. И все. Дать ссылку на инстаграм. Что это за инстаграм? Что за сайт без инстаграма? Есть инстаграм у человека, но нету ничего. Никакого блока из инстаграма нет. И отзывы важнее, чем прайс. Блок... Чем выше блог, тем он важнее. Наоборот, чем важнее блог, тем он выше. А отзывы важнее, чем прайс. Мы сначала даем отзывы, а потом, если все хорошо, то заказываем. И надо дать какую-то замануху, что вот это вот популярный какой-то там прайс. Иди заказывай его. Или там рекомендую. Или самые популярные. Или еще что-то. Один час, один час, минимально. Сурс фреймс. Непонятно, что вот это. Я бы вот так написал. Я не знаю, может там по-английски оно так и не пишется. Ну вот так вот. 60-80 фреймов. А, тут какие-то разные фреймы. Такие фреймы, такие фреймы. 20-40. Понятно. Просто повторяется 6 раз одно и то же слово, а потом опять 6 раз одно и то же. И duration, duration, и все-все повторяется. Я бы попереписывал как-то. Иконки привести к одному. Есть вопросы, напишите. Лучше уже писать тогда вопрос. Есть вопрос, дай форму. Место для формы сделать. Input, текст вопроса и кнопку. Чтобы вопрос прям написать. Есть вопрос, напишите. Так, а что я напишу? Я оставлю почту, чтобы ты мне сам написал. Я же не задам вопрос. Вот это не стыкуется с заголовком. Нет, не подходит друг другу. Да, надо показывать больше работы. Скорее всего, надо делать квадратные какие-нибудь работы. Потому что это все-таки Instagram. Можно вытягивать работы из Instagram. И чем выше блок, тем выше. Чем важнее блок, тем выше. Портфолио важнее и важнее. Отзывы важнее, чем все остальное. Важнее. Вот это не стыкуется. Не стыкуется. И по поводу вот этого, я бы не знаю, может вот так сделал. А может я не делал бы. И вот это, то есть закруглил уголок. А больше, а нет, поддержало, кстати. Ну, что-то ты закругляешь один и тот же угол. Возьми, кстати, и тут, например, круглый сделай. Круглый, это же он тоже закругленный с четырех сторон. Тут возьми другой угол, закругли. Какой-нибудь вот этот. Или еще где-то. А когда одно и то же, ну как-то одно и то же. Пробуй разное закруглять. И вот это непонятно, зачем нам уводить, смотреть фотографию крупнее, если она и так крупнее. Вот зачем нам эти цветы, смотрите, вот так. И так же понятно, что цветы. Правильно? Наверное, правильно. Так, давайте еще одну работу посмотрим. И все тогда. На вопросы на ваши отвечу. Дискорд. Где-то там. Привет, буду рада критике. Сейчас посмотрим. А, нет, не привет. А куда все уехало? А куда все уехало? Или это старая работа? Критика работ. А где все? А это вы столько накидали? Ничего себе. Ничего себе, как много вы накидали. Слушайте, вы там оставайтесь в этом чатике? Там и так уже 3000 человек у нас в Дискорде. И люди общаются, поэтому вы тоже общаетесь. Это мы смотрели? Нет. Вот фотограф. Все, сейчас посмотрим. Да, несимметричный. Что мы там в вопросе были? Несимметричный дизайн. Нравится? Нравится. Кто поставил Диск? Дедуля на стрим. Да, может и дед зашел. Есть там один дед в Инстаграме. А, тут работа. Прям работа. Непонятно, где начало, где... А, это футер, это новая сторона. Заголовок напиши. Непонятно, что это вообще страница закончилась и началась новая. Вообще непонятно. Напиши, страница такая-то. Потом страница такая-то. Тут вообще непонятно, как смотреть. 404 грустно. О чем вообще сайт? Что-то очень... Отель. Сайт отеля. Вот написать, что там в отеле, беда какая бывает. Если там соседи громко слушают или еще что-нибудь там случилось. Какая-то должна быть беда. А если просто вообще даже на отель не похоже. Не похоже. Должна быть какая-то беда. Не за правильным, не помыли. И там приходишь, тебе там грязная простынь. Или еще... Ну, грязную простынь 404 не очень такое. Но должна быть какая-то ошибка. А вот это, это просто какой-то сайт этих, как их... Канцелярских принадлежностей. Видишь, тут скотч, какая-то прищепка. Они стыкуются. Еще и криво так стоит. Что-то вообще. Кривень... Кривенько же стоит. Или нет? Ну, по-моему, кривенько. А нет, ровно. Ровно. Да, ровно стоит. Прости, наехал зря. А вот ступы разные. Тут такое, тут такое, тут такое. Все больше, меньше, меньше. Да. Непонятно. Непонятно, где заканчивается страница, где начинается новая. Заголовки бы добавить. Давайте еще тогда вот эту посмотрим. Там он 404 с каким-то котом. Посмотрим. Так, это мы тогда завершаем. Понятно, что четверым из пяти нравится несимметричный дизайн. Несерый фон может сменим. Смотрим. Тут странно. Кто там с минусом, Леша? Просвети. А что просветить? Кто там с минусом? Откуда я знаю, кто минус поставил? Я же не знаю. Первый многостраничник. Сделаны не все. Если все норм, буду продолжать. Конечно, продолжаю. Такой вот, какой-то слишком ядреный цвет. Цвет, конечно, ядреный. Лучше уже белым просто бахнуть. Просто белым будет спокойно. Или возьми вот такой спокойный оттенок. Это какой-то ядреный. На глаза очень давит. Очень-очень давит. Тут что-то не загрузилось. Если будут думать, что верстальщик, козел, не подгрузились картинки. Не подставляйте. Верстальщика. Не надо подставлять. Сердечко клевое. Так, погнали. Главная страница. Да, вот этот он прям так давит на глаза, что вот, у тебя же есть хороший цвет. Возьми вот таким цветом сделай. Или у тебя вот три цвета. Бежевый, какой-то рыжий и зеленый. Вот этот голубой, он, конечно, не в тема. Да, очень-очень давит на глаза. Вот, смотри, спокойный, классный цвет. Тут ядреный, конечно. Будет нормальная интерактивная карта. Классно. Контакты, наверное, снизу лучше. А, ну, смотри, какая карта будет. Если она будет однотонная какая-то, как через плагин, то будет хорошо смотреться. Можно и сверху оставлять. Ну, тогда два раза телефон. Лучше, да, лучше переноси все контакты вниз. У тебя же, вон, телефон дублируется. Зачем в одном блоке, в одном экране два раза телефон? Непонятно. Записаться, записаться, начать. Вот эта кнопка, наверное, не нужна. Раз у тебя здесь записаться, то вот эта, наверное, кнопка не нужна. Или напиши тут вызвать специалиста. Тогда и эта кнопка, и эта кнопка вызывает одну и ту же форму, но не будет такого недоразумения, что у тебя две кнопки одинаковые в одном экране. Напиши вызвать специалиста. Вот, запишись на консультацию. Там записаться на консультацию. здесь что вес августа получить скидку вот речь про скидку получить скидку начать покупки а вот это конечно удаляй меняй цвет до цвет меня 404 что-то пошло не так а кот такой расчесанный довольный сытый прекрасный код и все у него так все у него в жизни хорошо поэтому ошибка тут не считывается на главное непонятно что-то пошло не так напиши страница не загрузилась надо дать понять что не так и если мы зайдем на яндекс google 404 яндекс яндекс то они рекомендуют удалять вот видишь корректное оформление страница рекомендует убирать хэдер футер я собственно всегда убираем потому что вот видите яндекс рекомендует и я убираю потому что место занимает отвлекает много всяких элементов просто вернуться на главное а если оставляешь хедер то кнопка не нужна тебя же так он вся навигация есть вся навигация есть зачем отсюда куда-то уводить чтобы потом пользоваться навигацией лучше сразу пусть жмут стрелки ссылки да в общем вот это убрать голубенькая конечно ядреный тут от края до края никогда не пиши читать такое сложно читать сложно между абзацев должно быть расстояние больше чем между строк ваше вот есть настройка абзацев а ты не пользуешься 986 кто там сказал 25 14 человек еще не хватает хотя может у меня отстают часики но судя по всему еще 14 человек не хватает до юбилея вот у тебя настройка абзаца видишь между строк должно быть больше чем между наоборот между абзаца должна быть больше чем между строк и у тебя вроде бы вот здесь вот все поместилось на вроде поместилось но ты же будешь делать адаптива и когда будет адаптива вот видишь что произойдет появится абзац который не появился поэтому даже если у тебя все помещается все равно вот эту настройку надо делать у тебя еще через ад у тебя через абзацы сделано ну у тебя все прекрасно сделано а это я добавил поэтому прекрасно у тебя вот как у тебя не прекрасно надо добавлять абзац даже если у тебя там ничего нет да и в 404 должна быть ошибка два раза дублировать у тебя смотри там была над картой что-то вот такое вот вот этот блок он сквозной а вот вот это вот все она повторяется везде но судя по всему значит вот это можно оставить записаться к специалисту над формой это сюда вот это записаться вот сюда тогда у тебя собака собака тогда вот это сюда например сделать вот так чтобы не было фотография фотография текст текст вот и делай конечно делай дальше главное вот этот ядреный цветов вот вот этого на 404 вот это уже какая то ошибка что то он недоволен хотя возможно это такая порода которая недовольная на самом деле у них там все прекрасно а я ждал когда-то 404 прокорм как-то найти 404 прокорм кстати вот кто не знает у меня есть сайт заходите называется он 404 точка галере и можете вдохновляться я когда-то что-то про корм дело по моему это было в самом низу он видите сколько страниц в 404 собака голодная вот ошибка и дайте поесть вот выложил 404 так что должна быть ошибка так ладно ребята кому не успел тогда извините может быть если будет настроение у вас у меня то встретимся в следующего среду раз в неделю стрима практически каждую неделю вопросы вроде все ответил спасибо большое и тебе что пришел из списка выбирайте и после этого пишите сообщение посмотри еще одну работу уже второй раз отправляет очень прошу ладно давайте еще одну посмотрим кто николай если у тебя там ник совпадает то посмотрим если ник не совпадает то тогда извиняй искать не будем не кота ты это ты ну давай посмотрим а то на тебе остановились да давай посмотрим вот было бы прикольно если бы она не открылась доступа нет было бы прикольно вот давай сразу вот это посмотрим фотографию поставить а сейчас он грузится наверно да ну либо подгрузится либо нет текст подгрузился что с фотографию непонятно опыт грузилась тут конечно теряется фотография на фотографии теряется теряется название нет а названия название вообще не видны да название не видно и у тебя пустая звезда кажутся совсем не пустой лучше вообще спрячь если там будет 5 звезд значит 5. Если 4, значит 4. А если вдруг, не дай бог, там какой-нибудь плохой, ужасный курорт, где будет 3 звезды, то непонятно, 2 заполнено, а 3 пустые или наоборот, потом заголовки, ой, эти, ссылки очень огромные какие-то. Кажется, что они очень... Ссылки, они должны быть по размеру, как просто текст. Просто текст, это просто ссылка, или просто вот название, вот заголовки. Почему они такие огромные? Вот эта вот ссылка должна быть так. Цвет, конечно, такой, слишком пестрый. Какое-то все огромное. Очень. Зачем 4 круга просто, может, у меня не тот масштаб, да нет, 100%. Какое-то огромное все. Очень огромное. Ядреный цвет. Ну, не ядреный, в смысле, он знаете какой? Давайте поищем на лендбуке. Лендбок. Он такой, малость дилетантский, что ли. Ну, вот, хороший цвет. Видите, вот эти два цвета стыкуются. Может, есть тут еще оранжевый какой-нибудь. У тебя он просто какой-то слишком яркий. Вот, видите, вот этот оранжевый, рыжий, он с фоном считается. Вот этот вот песочный фон, он хорошо подходит. А у тебя очень яркая оранжевая кнопка. Вот каравловый цвет. Каравловый классно смотрится. У тебя очень яркая оранжевая кнопка, а тут кнопки не оранжевые. Вот, смотри, вот прикольный цвет. Да, вот это хороший такой. А, но тут еще и с фоном перетекается. Тут вообще прикольно получилось. Да, тут... А, кнопки, кстати, рыжие. Ой, розовые. А у тебя там, где там? У тебя очень ядреный цвет. Ну, в смысле, ядреный, он какой-то... Не знаю, вот... Даже если бы ты сделал как на клюве, наверное, было получше. Или можно... Кстати, знаете, какой вебхак есть? Вот те, кто досидел до конца. Я уже могу? А, я уже могу. Значит, нам надо зайти вот сюда и поставить вот эти вот фулзунки дальше. И будет слишком сразу круче. Вот просто сразу круче. Не будет такой резкий перепад настроения. И под наклоном. Вот. И эта кнопка, она, во-первых, не такая выпуклая, но она все равно ядреная. Ее сделать чуть-чуть поспокойнее. Видишь, у тебя такие постельные тона. То есть, они не яркие. Если мы вот так вот... Вот только вот сюда смотрим, вообще ничего яркого нет. Как только отзумиваем, все такое... С одной стороны, вроде, кнопка должна привлекать в нем... Ну, очень ярко. И вот эта синяя, она такая ядреная, просто мешает воспринимать инфу. Лучше уже поставить тексты снизу и просто показать красивую фотку. Или сделать что-нибудь более... Более нейтральное надо делать. И тут на выворотку все читать сложно. Тексты потерялись. Кнопка, конечно, такой кнопкой прибить. Можно 24. Это очень крупно. Чтобы текст прочитать, тебе пришлось, видишь, 40% фотографии просто скрыть. Ведь там, наверное, какое-то продолжение чего-то, как вот... Как-то какой-то мостик, еще что-то. Тут вон какой-то ресторан, вообще не пойми что. И все, все пропало. 40% фотографии просто в никуда. Поэтому лучше делать какое-то решение, чтобы... Если ты добавляешь между текстом и фотографией какую-то плашку, значит, ты уже где-то накосячил. Возьми, сделай просто фотографию. Какой-то затемни... А, ты еще затемнил, чтобы спасти фотографию. Вот, возьми, сделай блок какой-то. Фотографию. Возьми, потом популярные направления. Возьми, сделай крупный текст. Что? Где там текст? Куда он делся? А, он белый. Понятно. Вот почему не видно. Популярные направления, каким-то там, 48. Можно даже болдом сделать. А, болда нет. Нет болда. Ладно, вот. Или там даже вот так вот, две строки. Или в одну строку. У меня болд не очень. Медиум есть, медиума нет. Значит, популярные направления. И потом пошли эти направления. Одно направление, второе направление. Тут у тебя просто фотография какая-то. Суть в том, чтобы располагать текст и фотографии рядом, а не друг на друге. Если есть какое-то однородное, что-то вот такое, то можно здесь располагать. Но без всяких вот этих плашек. Как только ты добавляешь плашку, ты просто угрохал весь дизайн. И сразу, ну, чувствуется, что, ну, блок круче вот без этого. Ставим куда-то. Вон, смотри, как белый хорошо видно. Возьми здесь что-нибудь, какую-то инфу. Вот, смотри, на однородном фоне. Но ты ради трех слов, малюсеньких трех слов, ты испортил всю фотографию. Взял ее и затемнил. Тут либо градиентом надо делать, либо не портить фотографию. А, кстати, она тебе так темная, темная, в смысле, светлая. В смысле, испорченная. Ну, в смысле, она сама по себе такая, что тут не нужно даже было затемнять. И так все хорошо видно. Да, плашки большие, тексты маленькие, много места. Огромная кнопка, огромное все. С, О, какое-то тут сокращение непонятное. Тут мелко, тут крупно. Надо стили повторять. Тут, смотри, такие ссылки. Тут ссылки, вон, насколько меньше. Другого цвета в два раза меньше. Даже вот эти, наверное, меньше. А нет, да, 18, а там 20. Как ты так повторяешь? А тут вообще 24. Надо повторять. И стараться не использовать вот такие ядреные цвета, и тем более не ставить плашку между текстом и фотографией. Потому что, вот, смотри, как хорошо без всяких плашек. Текст просто, ну, лучше уже где-нибудь снизу, можно покрупнее. Или даже вот здесь вот. Как тебе покрупнее сделать? Нет, некрасивый шрифт. Во, прикольный шрифт. Просто крупно делаешь. Хавайи. Тут у нас что? Влезет вот эта штука. Сюда. Во, смотри. И даже не надо ничего затемнять. И так будет хорошо. Мальдивы. И все там прекрасно видно. Вот. И звезды где-нибудь здесь тогда. И вообще затемнять не надо. Вот это убираем. Гавайи. Без всяких плашек. Если ты добавляешь плашки, то всего, ребята, не добавляйте. Вы сразу все испортите. Стрелочки, конечно, такие тоже какие-то... Ну, не подходят они что-то. Они какие-то детские такие, толстые какие-то дутики. Вот как эти вот шарики, из которых скручиваешь. У тебя там этот пудель получился. Или еще кто-то. Тем более у тебя тут шрифт такой, что такие стрелки вообще не в тему. Да, и кнопка огроменная. И цвет какой-то поспокойнее бы выбрать, будет хорошо. И вообще, коралловым цветом бахнуть, коралловым цветом будет вообще хорошо. Тем более, это ж море, океан, там все, коралл, коралл, коралл. А не, коралл, конечно, тут не очень коралл. Да, не очень. Это как-то тоже у тебя даже лучше было. Вот. А кнопка, кстати, можно слушать. Знаешь, что можно сделать с кнопкой? Просто белым сделать. А где у тебя вообще? Как ты живешь без белого цвета? Как ты живешь без белого цвета? Как ты белый вообще сделать? Вот. Вот, смотри, кстати. Вообще проблемы теперь нет. Только поменьше сделать. Но уже нет такой ядренности. Нет. Убрали ядренность. И вообще хорошо. Тун-тун-тун, листаем, листаем, листаем. В общем, такие тебе пожелания. Сделать поменьше вот эти плашки, чтобы не было между текстом и фоном плашек. Тут, конечно, вообще огромная плашка была. Она все испортила. 40% фотографий испортил. И повторять у тебя очень много разных размеров. Очень много. Очень много. Даже ссылки. Где-то 24, где-то такая же ссылка 18. Смотри, как круто, когда заголовки одного размера, текст одного размера, ссылки одного размера, все одного размера, кнопки одного размера, все одного размера. Так что учись повторять. Не то, что учись, просто повторяй. Так, ладно, тогда смотрим вопросы. если вопросов больше нету то спасибо всем кто пришел спасибо ребята если было полезно то поддержите вам же не жалко шоу там кнопку нажать да все вроде на все вопросы ответил может он не при может он просто зашел мимо шоу увидел что в эфире зашел влепил и пошел может он не сидел и не смотрел а может кому-то работу пропустили и я не специально пропустил все класс все спасибо спасибо что пришли спасибо и приходите в следующую среду наверное тоже пообщаемся пойду искать как закрыть все это дело